Народная славянская радио Всем здравия! С вами Народная славянская радио И на одном из современных календарей 29 апреля 2016 года, пятница По одному из старинных, 18-й день, месяца посева и наречения, 7524 лета, вторник Мы начинаем живой эфир, который будет идти под темой «Ведическое образование. Ключ к новой эпохе» И главный соведущий Андрей Ивашко. Здравия, Андрей! Здравствуй, Алексей! Здравствуйте, уважаемые слушатели! Ведическое образование. Вот давай, наверное, сначала разберемся Чем отличается образование от обучения, обучение от воспитания И вот так вот по кружку пройдемся, чтобы разобраться хотя бы для начала с терминами И потом уже приступим к разъяснению А что же такое ключ и что это за новая эпоха? Да, благодарю, Алексей. Знаешь, мне хотелось бы начать все-таки немножечко с другого Для того, чтобы улучшить понимание этого вопроса, потому что вопрос непростой Давай мы начнем с того, что ведическое образование – это естественное продолжение тех процессов, которые происходят в славянском мире И для того, чтобы это осознать, давай разберемся с тем, что собой представляет славянский мир На нынешнем этапе его становления Без этого просто не получится понять озвученную тему и раскрыть ее в полной мере Дело в том, что славянский мир – это относительно молодая общность, которая возвращается к своему истоку Она объединяет достаточно много людей, по разным данным, от нескольких сотен тысяч до нескольких миллионов, если не сказать больше Она стоит на патриотических позициях И эти патриотические порывы реализуются по-разному, исходя из меры понимания, уровня осознанности, уровня духовного развития человека И уровня проработанности его внутреннего мира, его нравственного стержня Кроме того, славянский мир стоит на позициях экологичности, говоря современным языком Всех процессов, которые происходят в нашей жизни Экологизация всех этих процессов Вы уж извините за современные термины Потому что в некоторых случаях это оправдано Экологизация всех процессов происходит посредством очищения И представители славянского мира стремятся к чистоте во всем Чистота совести, чистота помыслов, нравственная чистота, духовная чистота Ну и, естественно, чистота пространства вокруг себя и так далее Эталон чистоты у нас называется Рита Вы все об этом хорошо знаете Однако, это светлые порывы и общий вектор Сегодня, если мы скажем про славянский мир То мы увидим, что далеко не все светлые порывы В славянском мире на данный момент реализованы Это естественно, потому что Москва не сразу строилась Мы это с вами знаем И путь нам предстоит пройти достаточно большой На данный момент славянский мир не является чем-то сплоченным и однородным Он разношерстный Кто-то подошел к этому как к субкультуре Делает себе наколки Типа, мой бог меня рабом не называл Выпячивает какие-то славянские красивые одежки, рубахи И кто-то видит в этом какую-то магическую основу То есть, для него славянское ведическое направление Это магия, связанная с духами стихий Например, с родовыми силами Легами, орлегами и так далее Кто-то видит в этом возрождение культуры и традиции Как нравственности Кто-то подходит к этому как к борьбе с системой О которой мы много раз уже говорили Ну и так далее Каждый заходит со своей стороны Славянство неоднородное Тем более, что многие находят в славянстве Еще и конфессиональную какую-то основу То есть, переносят конфессиональный стандартно-ведическое наследие И вот эта разнородность славян Которые подходят с разных позиций На один и тот же образ Они выходят с абсолютно разных позиций Исходя из своей меры понимания И это создает определенную неустойчивость А данной неустойчивостью Можно в наше и без того неустойчивое время Можно легко воспользоваться Воспользоваться для того Чтобы повернуть славянское ведическое направление Славянский мир Не в то русло, в котором изначально оно следовало А в угоду чьим-то интересам И мы с вами помним, что Тем более, что в самом славянском мире Хранится достаточно мощная система знаний О том, как осуществляется перехват управления И хранится она как раз для того Чтобы люди не допустили этого И продолжали движение в изначальном направлении Мы с вами помним, друзья Что в славянском мире существовали И существуют различные образовательные Такие центры, ячейки, что ли Сердцевины, как их назвать И одним из самых сильных из них было Безусловно, Асгардское духовное училище И помимо него были и другие Образовательные инициативы Которые раскрывали смысл Изначальный смысл ведического направления Как познание мудрости Самосовершенствования Самопознание Познание мудрости всех родов человеческих Возрождение своих родов И последующие передачи этой мудрости дальше Короче говоря, речь шла про работу над собой Внутри себя И сейчас из-за неустойчивости Которая наблюдается в людях Потому что сейчас время такое Идут очень серьезные энергии космические И у людей идут очистительные процессы Которые Когда что-то чистится То этот негатив Он, как правило, материализуется В виде непростых жизненных обстоятельств И люди находятся в крайне неустойчивом Ныне положении В шатком Которые в теории Можно это Говоря теорией Языком теории катастроф И рукопашного боя Это точка бифуркации То есть точка неустойчивого равновесия Достаточно чуть-чуть нажать И можно пустить Славянское ведическое направление Сбить его с изначального пути И перенаправить А мы знаем, что таких прецедентов Было достаточно много уже Ранее С другими хорошими светлыми инициативами Когда светлый искренний порыв людей Который характеризует Собственно их высокие Духовно-нравственные устремления Просто перенаправлялся В угоду чьим-то интересам И я думаю, что Наши радиослушатели согласятся Со мной с тем, что Нельзя этого допустить Как же этого можно не допустить? А не допустить этого можно Именно посредством продолжения Движения в образовательном направлении То есть создание И поддержание образовательного процесса Как раз таки Сейчас мы это и наблюдаем Вокруг нас Потому что в славянском мире Практически в каждом городе Где есть представители Славянского мира Наблюдается желание Создать какое-то Образовательное объединение Может быть в формате Семейного клуба Для воспитания И обучение детей Подростков Где-то может быть Частные какие-то Факультативные занятия По отдельным направлениям Где-то еще что-то И потихонечку Проклевывается Образовательная сфера Уже нашего Внутреннего круга Славянского мира И вот теперь После того Как мы это проговорили Давай вернемся к тому Что озвучил ты Значит В чем отличие Давай пойдем по пунктам Вот я попрошу тебя Напомнить Вот те Вопросы Которые ты озвучил Чтобы я ничего Не упустил Какой-то интересный У меня словно Была голова Я все помнил Ну ладно Попытаюсь Значит Чем отличается Я не записывал это Поэтому так вот сейчас буду Экспромтом Чем отличается Образование От обучения И чем обучение Отличается От воспитания И дальше От воспитания Опять к образованию То есть вот эти вот Три компоненты Которые часто люди Между собой В разговоре употребляют Вот мой ребенок Пошел в школу Учиться Понятно Мой ребенок Поступил Образовываться В университет Мой ребенок Воспитанный Он воспитывался Он воспитанник Такого-то там Училища То есть вот эти вот Воспитание Образование Обучение Они смешаны В современном Мире В современном Представлении Человек Здесь мне кажется Надо немножечко По местам Все расставить Ага Понял Благодарю тебя На данный момент Не существует Единого Какого-то Универсального Суждения Которое Было бы Принято всеми Безусловно О том Что общего И в чем Разнятся Все эти три понятия Безусловно Обучение Подразумевает Наличие Ученика И учителя Об этом Говорит Само слово То есть Это своего рода Передача Знаний От Учителя Или наставника К Человеку Со стороны Которого Есть запрос И Мотивация Желание На востоке Это называют Парампорой И безусловно Это Очень хороший И светлый Порыв Очень правильная Такая Очень правильная Форма Но ныне Она доступна Далеко не для всех Ввиду того Что Не так много Сейчас Есть действительно Достойных Учителей У которых Можно было бы Которые сохранили Парампору В основном Это самоучки И Безусловно У таких людей Тоже есть Чему поучиться И нужно Учиться Короче говоря Обучение Подразумевает Линию взаимоотношений Учитель-ученик Если мы берем Образование То Образование Строится Немножко По иному Принципу Образование Изначально Вы помните Образоваяние То есть Искусство Создания Образов По сути Образование Это механизм Качественно Иного Взаимодействия С окружающим Миром Когда Человек Умеет Формировать Образы И Запускает Их На материализацию Он Познает Мир С помощью Образов И оказывает Воздействие На мир С помощью Образов А вот Процесс Обучения Этому Безусловно Великому Высокому Искусству Это и есть Образование Получается Что образовываться Можно как В режиме Самостоятельного Образования То есть Идет Самообразование Помните В одном из Прошлых Эфирах Мы говорили Как учиться Без Учителей Или Как Взрастить Навык Самообразования По-моему 10 пунктов Мы озвучили И Как раз Эту тему Мы разбирали В одном Из предыдущих Эфиров Что же Касается То есть Смотрите Образование Может идти Как посредством Обучения Учителей Так и посредством Самообразования Когда Человек Учится Непосредственно У жизни Если Нет Учителя Который Мог бы Передать Ему Древние Знания По Прямой Ученической Преемственности И В таком Случае Срабатывает Принцип Описанный Еще В Ригведе Вы Помните Что Такое Ригведа Это Ведический Текст Который Сохранился В Индии Написан На Санскрите Как раз Там Озвучена Такая Фраза Простенькая На первый Взгляд Но Очень Важная Сегодня У меня Нет Учителя Жизнь Мой Учитель Эта же Идея Озвучивалась Если Помните В Азгарском Духовном Училище Что Когда Прерывается На первый Взгляд Прерывается Прямая Связь И У Человека Нет Учителей Жрецов Хранителей Мудрых Наставников То В таком Случа Таковые Действуют С тонкого Плана И Подкидывают Человеку Такие Жизненные Обстоятельства На которых Он бы Смог Обучиться Поэтому Можно Сказать Что Обучение И образование Это две Сферы Которые Вот как Два Круга Которые Накладываются Друг на Друга И частично Пересекаются Но При этом Они Выполняют Несколько Раз Они Несколько В разных Плоскостях Находятся Что же Касается Воспитания Воспитание Это в первую Очередь Энергетический Процесс То есть Воспитание Вы помните В ось Питать Или ведающим Отеческим Словом Питать То есть Идет Подпитка Поэтому Воспитательный Процесс Это Процесс Выстраивания По сути Энергетических Каналов Для того Чтобы человек Был энергетически Силен А для этого Необходимо Взрастить У него Определенный Образ Жизни Потому Воспитание Внешне Проявляется Как корректировка Поведения И отношения Благодаря чему Выстраивается Энергетический Каркас Жарье тела У человека Становится Более сильным И он Будучи уже Воспитанным Является Человеком Благородным То бишь С большим Энергетическим Потенциалом По сравнению С обывателями Может быть Немножко Так Замудрил Но Как-то так Как-то так Ну вот ты слово Благородный Произнёс Здесь надо Определиться Если мы Следуем По той цепочке Которую ты наметил То в этом случае Человек Становясь благородным Может в свой род Призывать Благое что-либо И создавать В своём роду Что-либо благое Если он Благородный По своему роду То есть наоборот Если он родился В этом роду То тогда Что здесь получается Да Это Я понял Вопрос Вопрос правильный Дело в том Что Благородный Человек Это тот человек Кто приносит Благо Своему роду Соответствовать И в противном случае Люди просто начнут Создавать себе Иллюзию Того что они Такие же Великие Как и их предки Тем что они Дескать Великие По праву рождения Только по той причине Что их предки Были великими На самом деле Это иллюзия И гордыня Величие предков Это Большая ответственность И как только Нам раскрыли Знания О реальном величии Наших предков В допотопную эпоху До гибели Антлани До вот этого Перехода Который был 13 тысяч лет назад Естественно Что это наложило Большую ответственность На людей И люди Начали Работать над собой Взращивать В себе Добродетели И стремиться Качественно Улучшить себя Для того Чтобы соответствовать Чтобы не быть Тусклыми И юродивыми По сравнению С яркостью И величием И мудростью Своих предков И вот опять Мы возвращаемся К тому Что для Фонового Поддержания Этого процесса Необходимо Усиливать Образовательные Инициативы А все это Вместе И есть Ведическое Образование То есть Возможность Людям Взаимодействовать С окружающим Миром На качественно Новом уровне Где основой Где основным Инструментом Более качественного Взаимодействия С окружающим Миром Является Образ Что же касается Благородства Как такового То человек Рожденный В роду Который Прославился Какими-то Великими Деяниями Он Безусловно Это основа Для гордости И она Помогает Человеку Поверить В себя Однако Дальше Нужно Понимать Что Помимо Гордости Это ответственность И человек Стремится Перенимать Опыт Предков Для того Чтобы Стать с ними В один ряд По их величию И мудрости И силе Вот как-то так Хорошо Ну и вот Прозвучало В очередной раз Слово Ведическое И теперь Давай мы Вязочку Вместе Объединим Ведическое Образование С образованием Разобрались Теперь давай С ведическим Разбираться Ведическое Что же это такое Да Благодарю Веды Вы знаете Это Знание Мудрость Которая Способствует Реализацию Жизненного Предназначения Человеком Реализация Жизненного Предназначения В данном случае Отображена Слогом Да Добро Деяние В соответствии С изначальным Об этом Буквиц Нам говорит Соответственно Веда Это как раз Мудрость Единящее Земное С небесным То есть Внутреннее Внешнее Сознательное Подсознательное То есть Единящее Разные Сферы Мироздания Которая Приводит К исполнению Жизненного Предназначения Короче говоря Человек Все ведь Заложено В самом Слове Человек Может Благодаря Ведическому Направлению Найти Правильную Реализацию Своего Потенциала Правильная Реализация В данном Случе Отображена Образом Буквицы Аз Свой потенциал И непосредственно Сами действия Которые Возвращают Человека К истоку Категория Философская Категория Мудрые С точки зрения Энергоинформационных Процессов Мы с вами Помним Помните Кто Асгардское Училище Смотрел Что основа Юджизма Или мировосприятия Это энергия И как раз Все В мироздание Энергия Информация Поэтому Проще Понять Некоторые Вещи Если Мы Возьмем И Рассмотрим Их С точки Зрения Энергоинформационных Процессов Так вот Мудрое Характеризуется Качеством Энергетического Излучения То есть Тактовой Частотой Энергии Тактовая Частота Мудрого Человека Куда Более Высокая Чем Человека Погрявшего В невежестве И Мудрость Это Целый Сплав Понятий Безусловно Он включает в себя И жизненный Опыт И обучение У наставников И самообразование И Какие-то Духовные Практики Много Всего Но Если Все Подвести К единому Знаменателю Энергоинформационному То Мудрость Это Способность Взаимодействовать С окружающим Миром На более Высоких Вибрациях Которые Более Благоприятны Как для Самого Человека Так и Для Окружающего Мира Других Людей Экологической Среды Мира Природы И Духовных Существ Которых Люди Подавляющим Большинстве Своем Не видят Но знают Об их Существовании Соответственно Ведическое Образование Если мы возьмем Мы уже поняли Что есть Образование Мы уже поняли Что есть Ведическое Но Во всяком случае Хочется надеяться На то Что понимание Какое-то Есть Если мы Соединяем Оба Эти Образа Вместе То получается Что Ведическое Образование Это Вектор Движения В сторону Познания Мудрости И Овладения Образным Мышлением Которое Позволит Человеку Нарастить Мудрость И вывести Своё Взаимодействие С окружающим Миром На качественно Новый Уровень Который Более Экологичный И более Приятный И более Полезный Для всех Вот Как-то Так Хорошо Хорошо Так Ну и Теперь Давай уже Переходим Ключ К новой Эпохе Следующий Кусочек Нашего Названия Ключ Наверное Это понятно Всем расшифровывать Не будем Хотя Может быть Ты что-то Новенькое Внесёшь К новой Эпохе Что же Это за Новая Эпоха Если Мы Рассуждаем С точки Зрения Тех Эпох Которые Перечислялись И всем Известные То Наступает Эпоха Водолея Кто-то Её Называет Утро Сварога Кто-то Ещё Как-то По-другому Называет Эпоха Волка Ну вот Кто-то Говорит Что Наоборот Виллис Пришёл Разные Названия Есть Вот Давай Разберёмся А что Это Такая Новая Эпоха И Почему Именно В эту Эпоху Нам Придётся Входить С Ведическим Образованием А не Просто С Чтобы мы Поняли Суть Данной Эпохи Давай Опять же Рассмотрим Её с точки Зрения Энергоинформационных Процессов Так будет Понятно Если мы Всё Сведём К единому Простому Знаменателю Истина Проста Во всех Учениях Которые Говорят Об этом Переходе Как Древних Так И Современных Наблюдается Простое Понимание Того Что Эта Эпоха Качественно Отличается Именно По Уровню Энергетического Взаимодействия С Окружающим Миром То Есть Идут Энергии Достаточно Сильные И Достаточно Высокие Люди Которые Не Соответствуют Данным Энергиям А в принципе Мало Кто им Сейчас Соответствует Но у них В жизни Начинаются Тревожные Тяжелые Жизненные Обстоятельства Которые Достаточно Болючие И Я уверен Что многие Из наших Слушателей Могут Это подтвердить В том числе И на своем Собственном Опыте Кто Сейчас Испытывает Тревожные Тяжелые Жизненные Обстоятельства То Знаете Что Вы Не Одиноки И Очень Много Людей Испытывают Данные Трудности Это все Следствие Той Чистки Которая Происходит Новая Эпоха Это Эпоха Более Высоких Вибраций Энергетических И Люди С Нынешним Уровнем Осознанности С Нынешним Уровнем Мировосприятия Энергетической Работы С Нынешним Уровнем Нравственности И всех Остальных Параметров На данный Момент Не вытягивают Ни по одной Характеристике На новую Эпоху И Естественно Что возникает Диссонанс А Человеку Для того Чтобы Выжить И войти В зону Стабильности Которую И называют Золотым Веком Необходимо Попасть Наоборот В резонанс То есть Необходимо Соответствовать Тактовой Чистоте Новой Эпохи А она Очень Высокая Куда Более Высокая Чем Нынешний Уровень Людей Это Если Мы возьмем Простой Вот Все Сведем К единому Знаменателю Новая Эпоха Это Эпоха Более Высоких Вибраций Соответственно Если Человечество Хочет Выжить И Продолжить Жить Потому что Согласно Ведам Мы знаем Что Человечество На земле Существует Полтора Миллиарда Лет И Безусловно Правильно Было Из уважения К почтения К нашим Предкам Которые Несмотря Ни на что Сохранили Человечество Как вид Естественно Что нам Тоже Его нужно Сохранить Поэтому Если Мы хотим Выжить И Не Перечеркивать Стремление И Наработки Наших Предков По сохранению Человечества Как вида Людям Необходимо Меняться И Суть Этих Изменений Сводится К повышению Тактовой Частоты Самых Людей То есть Повышению Качества Энергетических Вибраций Которые От них Исходят Чем Выше Будет Тактовая Частота Излучения Человека Тем На более Высоком Уровне Он Сможет Оказывать Взаимодействие С окружающим Миром И Тем Более Экологичным Будет Его Сознание И Образ Жизни Соответственно И Экологическая Среда Будет Начнет Потихоньку Очищаться И Самовосстанавливаться И Человек Получит В качестве Такого Своего Рода Бонуса И Похвалы От Богов Дополнительные Энергии Которые Позволят Ему Увеличить Его Дееспособность По Жизни Таким Образом Ведическое Образование Это Есть Набор Инструментов Которые Помогают Человеку Качественно Изменить Тактовую Частоту Своих Энергетических Вибраций Подстроив Их Под Стандарт Новой Эпохи Дело В том Друзья Что Мы С вами Живем В очень Интересное Время И На Воплощение Сюда Стоит Очередь Буквально Огромная Очередь Из душ Которым Очень Хочется Сюда Воплотиться Именно В это Великое Время Это Время Спустя Столетия Будут Считать Легендарным Про Это Время Будут Ходить Легенды И Это Действительно Так Потому Что Люди До Сих Пор Даже Те Кто В Это Время Впоследствии Будет Овеяно Легендами И Преданиями И Это Накладывает Еще Большую Ответственность На Всех Ныне Живущих Почему Не Получится Войти В Новую Эпоху С помощью Обычных Университетов Институтов Сразу Хочется Отметить Что Ведическое Образование Идет Не В противовес Существующей Системе Образования А Скорее В дополнение Ее Дело В том Что Нынешняя Система Образования Опять же Честь и хвала Всем Тем Кто Искренне Стремится Ее Как-то Улучшить Тем Достойным Людям Кто Задействованы В нынешней Системе Образования Не Все В ней Так Плохо Как Принято Считать У людей С дуальным Мышлением Есть Там Хорошие Положительные Моменты Однако В нынешней Системе Образования Есть Один Недостаток Который Не даст Людям Качественно Увеличить Тактовую Частоту Тактовую Частоту Своих Энергетических Вибраций Это Вера В хаос Если Позвольте Объяснить Я просто Раньше Уже Говорил На эту Тему Не раз Но Дело В том Что Современная Наука Представляет Собой Религию И Эта Религия Отличается От Остальных Религий Не Самим Фактом Веры А Скорее Объектом Веры В Любой Религии Кроме Науки Объектом Веры Является Вера В наличие Бога В религии Вера В отсутствие Бога Является Основным Догматом Приняв Который Человек Сможет В науке Чего-то Достичь Но По сути Если мы Возьмем Никакие Аргументы В Расчет Не Принимаются И Основой Науки Является Вера В отсутствие Бога Вера В отсутствие Бога Приводит К вере В отсутствие Божественной Задумки В том числе И в задумке Порождения Мироздания Соответственно С точки зрения Веры В отсутствие Бога И Верой В отсутствие Божественной Задумки Этот мир Бесцелен Изначально В нем Нету Смысла Он Был Зарожден Случайно Он Неупорядочен А значит Он Хаутичен Мы с вами Помним Что Есть Божественный Порядок Отсутствие Божественного Порядка И есть Хаос Это С точки зрения Богословия Теологии Соответственно Вера В отсутствие Бога Приводит К вере В отсутствие Божественной Задумки И приводит Автоматически К выводам О том Что этот мир Не гармоничен Что в этом мире Нету цели Что этот мир Был создан Как набор Случайностей То есть Случайно Рванул Первичный Взрыв В котором Случайно Образовались Галактики Вселенные Земли И на одной Из земель На нашем Медгарде Случайно Зародилось Одноклеточное Существо Которое Случайно Эволюционировало Во все Возможные Виды живых Существ В том числе И в человека С такой Позиции Люди Начинают Мотивироваться Они понимают Что раз Мир Бесцелен То в таком Случае Они относятся К жизни Как к данности И начинают Мотивироваться По сути Страхом Перед смертью Либо же Тягой К материальным Наслаждениям То есть К усладе Либо С такой Философией Раз уж Жизнь Это данность То надо Ей хотя бы Насладиться И как раз Человек Начинает Вращаться В кругу Наслаждений А мы Помним Что Согласно Ведическому Наследию Если человек Начинает Вращаться В кругу Наслаждений То он Идет По спирали Вниз То есть Его душа Начинается Более черствой И гибнет Дело в том Друзья Что Современные Наука Которая Является Основой Всей Образовательной Системе Ныне Которая Есть В социуме И которая Переживает Ныне Мягко говоря Не самое Своё Лучшее Время Она Именно Верой В отсутствие Бога Не даёт Человеку Качественно Улучшить Свои Вибрации И даже Обучение Какому-то Прикладному Ремеслу Светского Характера На первый взгляд Не имеющего Ничего Общего С Какой-то Духовностью И мудростью Даже Это Можно Использовать Так Даже Это Можно Повернуть Так Так Преподать И погрузить Людей В такую Атмосферу Чтобы Они Обучаясь Прикладному Какому-то Ремеслу Например Вождению Автомобиля Смогли Повысить Тактовую Чистоту Своих Вибраций Но Пока Люди Пока Наука Прочно Держит Свои Позиции Имеется Ввиду Не еретики От науки Которые Как раз Таки Отошли От основного Догмата Веры Религии Хаоса Как раз Такие Направления Как Торсионные Поля Например Как Холономная Парадигма В физике И так далее То есть Они как раз Таки Наоборот Стремились Вырваться За Пределы Вот этого Вот этой Веры В отсутствие Бога Но естественно Что они Не признаны Каноном В науке И Поэтому Пока что Еще Вера В отсутствие Бога Является Основой Для Нынешнего Светского Образования Соответственно Если мы Вспомним Какие задачи Ведического Образования Изначально Вот о том Что мы Сейчас Озвучили То есть Это повышение Тактовой Частоты Вибраций Ведическое Образование Как набор Инструментов Которые Позволяют Это сделать То Естественно Что Вера В хаос То что Мир Хаотичен А не Упорядочен По божественному Замыслу Она здорово Людей Тормозит Поэтому Можно Сказать Что нам Не по пути Но при этом Можно взять Много полезного Всего Из Ведич Из Нынешней Светской Системы Образования Просто Насытить Ее Духовным Элементом И при этом Хочу сказать Что Когда люди Будут Создавать Альтернативу Ведь мы С вами Помним Что Созидатели Живут По принципу Критикуя Предлагай И Если Людей По какой-то Причине Не устраивает Нынешняя Система Образования А она Уже Мало Кого Устраивает То Естественно Что Созидатели Стремятся К Созданию Альтернативы На то Мои Созидатели Не Просто Хаять Кого-то Сидя на Кухне За Чашечкой Чая Брать И Стремиться Исправить Ситуацию Либо Менять Саму Систему Образования Либо Создавать Ей Альтернативу И Вот Чем Дальше Чем Глубже Будут Продвигаться Различные Образовательные Проекты Инициативы В славянском Мире Тем Больше Будет Вынуждено Меняться И сама Система Образования Светская И Естественно Что Рано или Поздно Она Отсутствие Бога И Признать Сам факт Его наличия И Уже В таком Случае Принять Это И начать Выстраивать Взаимоотношения С пращуром Родом Используя В том числе И научные Современные Достижения А это Вполне Реально Просто Эти Инициативы Им не Дают Ходу Не столько По политическим Сколько Скорее По По Идейным Соображениям Хорошо Очень много Интересных Слов Было Очень даже Умных Слов Было Произнесено Дело В том Что Мне кажется Боги Так Все Интересно Замутили Так Все Интересно Здесь Закрутили Кому Как Нравится Выбирайте Сами Подчеркивайте Нужные Слова Вам Нравящееся Что Даже Если Вы Не верите Ни во что Это Все Равно Будет Полная Истина Полная Правда Абсолютная Правда Но Так Или Давайте Мы сейчас Прервемся А потом Продолжим Разбирать Тему Вы Слушаете Народное Славянское Радио Продолжаем Разговор Продолжаем Разговор На Народном Славянском Радио Напомню Что По одному Из современных Календарей 29 апреля 2016 года Пятница По одному Из старинных 18 день Месяца Пассива Наречения 7524 лет Это вторник Мы говорим О ведическом Образовании Как о ключе К новой эпохе Главный Сведущий Андрей Ивашко И мы принимаем Вопросы Из чата Вопросов Уже Очень много Те Кто Не знает Что Такое Чат Наверное Надо очередную Фразу Произнести Но Тут Меня Поправили Опять же Из чата И Написали Следующее Дорогие Друзья Многие из вас Наверное Уже Проведали Что на сайте Народного Славянского Радио Славмир Так стало Слишком Много Людей Желающих Услышать Ответы На свои Вопросы К Свою Ведущему Вот Такие Слова Интересные Я прочел Хотел Прознести Дежурную Фразу Но Поправили Меня Мои Друзья Так что Не заходите Не надо А то еще Узнаете Что-либо Не то Потом будете Ломать голову И зачем Мне все Это нужно Было Зачем Мне нужно Было Просветляться Ну ладно Хорошо Давай Продолжаем Потому что Вопросы Идут В большом Количестве Так побежали Строки Резко Я даже Не успел Посмотреть Какой вопрос Ты пропустил Ну ты Давай Пока Вещай А я буду Разбираться С вопросами Хорошо Собственно Мне сейчас Хотелось бы Немножечко Детализировать Из каких Составляющих Соствует Ведическое Образование В первую очередь Друзья Мне хотелось бы Напомнить Что Любое Действо Которое Мы собираемся Сотворить Оно должно Носить Творческий Характер Потому что Мы созидатели Надо об этом Помнить Наша суть Созидателей И поэтому Нам надо Творить И применять Творчество Потому Ведическое Образование Безусловно В исполнении Разных Людей Объединений Школ Каких-то Клубов Общин Будет носить Отличный Друг от друга Характер То есть Они Идут В единой Конве В едином Ключе К единым Целям Но по-разному Исходя из того Что у каждого Своё творчество Своё творчество По жизни Своя творческая Реализация Соответственно И формы В которых Люди Создают 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 Для того Чтобы Достичь Целей Которые Ставят Перед собой Ведическое Образование Будет Разница Потому То Что я Сейчас Озвучу Это Ни в коем Случа Не жесткая Зафиксированная Какая-то Догма Безусловно Нет Мне хотелось Чтобы те Люди Кому близко Направление Ведического Образования Кто хотели Бы Двигаться В этом Направлении Просто Оттолкнулись От этого Как от Возможного Примера Примера Для формирования Своих Собственных Целей И задач Ведическом Образовании То есть Это Не инициатива Которая Исходит От Одного Конкретного Человека Нет Это Наше Совместное Творчество И При этом Одновременно С этим Еще и Служение И Поэтому Я сейчас Хотел бы Охарактеризовать Те пункты Из которых С моей точки Зрения Состоит Ведическое Образование Это Те направления В которых Я работаю И Которыми Могу Что-то Я могу Чем-то Могу Поделиться Из Озвученных Направлений Дело В том Что Проще Понять Механизмы Достижения Цели Когда Мы Немного Структурируем И В результате Такой Структуризации Небольшой У меня Получилось 12 Пунктов Из которых Состоит Ведическое Образование Непосредственно В исполнении Тех Людей С которыми Я Близко Связан Это Мои Друзья Одиномышленники И Мы В этом Направлении Двигаемся Будем Рады Взаимодействию Обмену Опытом Обменом Мыслями Идеями И Просто Общению С теми Людьми Которым Близки Будут Данные Направления Посему Еще раз Хочу Сказать Не Догматизируйте Пожалуйста И не Относитесь К этому Как к Жесткому Зафиксированному Какому-то Набору Принципов Первый Пункт Из которого Состоит Ведическое Образование Опять же С нашей Точки Зрения Это Первая Задача Которая Ставится Это Как раз Перевести Человека С режима Потребления На режим Созидания Почему Это Ставится В приоритете Ведь Вроде бы На первый Взгляд Казалось Бы Что это Основное И что Это Давно Пройденный Этап На самом Друзья Нет Хочу вам Сказать Что Это Еще Не Пройденный Этап И Философия Потребления В людях Засела Достаточно Глубоко И Она Чисто Объективно Не могла Быть Выкорчевана И замещена Более Совершенной Альтернативой Люди По-прежнему Чего-то Ждут От жизни Ждут Что Жизнему Что-то Предоставят И Они По-прежнему Далеко Не все Меряют Свою Жизнь Тем Что Они Создали И Отдали Жизни А не Тем Что Они От нее Получили И Вот Как раз Таки Одна Из Переход Внутреннее Преображение С позиции Потребления На позицию Созидания И По итогам Своего Взаимодействия С людьми В славянском Мире В разных Городах Могу Поделиться Наблюдениями И выводами Которые я сделал Что этот процесс Далек До своего Завершения Так Люди Продолжая Следовать Философии Потребления По прежнему Не просто Ждут Они Требуют От жизни И от Других Людей Чего-то По отношению К себе В свой Адрес Так Например Люди Которые Не дождавшись Ответа На Свой Вопрос Например В Социальных Сетях Или Где-то Начинают Метать Громы Молнии С оскорблениями В адрес Тех Преподавателей Которым Обратились С вопросом Даже Не понимая Что Преподавателей Не хватает На то Чтобы отвечать На все Вопросы Людей Тем более Что На многие Из них Люди Могли бы Ответить Сами Если бы Творчески Подошли К процессу Самообразования И По сути Когда человек Относится К миру С позицией Потребления У него Возникает Завышенное Ожидание Он ждет Что мир Обязан Преподнести Ему все На блюдечке С голубой Каемочкой Он Его величество Примет Это И Тогда Будет Доволен А раз Жизнь Не преподносит То значит Что-то в этой жизни Не так И значит Это жизнь Такая Значит Кто-то Виноват В этом Ну и Дальше Достаем Из чуланов Старый Пыльный Образ Рептилоидов И Дружно Все Эмоционируем Какие Плохие Рептилоиды Это Наблюдается В славянском Мире На данный Момент Сплошь И рядом И Естественно Мы не можем Говорить О быстром Переходе Это В любом Случше Это будет Длительный Процесс И Поэтому Мы Продолжаем Движение В сторону Преображения Человека С философией Потребления На философию Созидания Когда человек Начинает Мерить свою жизнь Мерками того Что он создал И оставил В этой жизни После себя И естественно Начинать нужно С себя И люди Обмениваются Опытом О том Как они Созидают Философия Созидателей Сильно отличается От философии Потребителей И философия Потребления Пришедшая К нам С запада Естественно Так быстро Не уйдет Но она Все равно Уйдет И поэтому Задача Первая Ведического Образования Способствовать Продолжать Вот этот Переход С философии Потребления На философии Созидания Второй Пункт Который Был Нами Выделен Это Пункт Взращивание Истинного Позитивного Мышления И здесь Мне хотелось Объяснить Это Понятие С точки Зрения Энергоинформационного Обмена Энергоинформационного Взаимодействия Дело в том Что тактовая Чистота Человека Зависит От того В том числе И от того Чем занята Его голова То есть Какие мысли У него Если вы думаете Например Погрузились В размышления О высоких Божественных Мирах Например Или о том Что в ведах Которые хранятся В Индии В переводе Называют Райскими планетами То есть Какие-то Высокие миры Божественные Какие-то Высокие Образы Да Ильский Круголец Вооружий Круг Чертоги Санти Харати Шлоки Веды Какие-то Другие миры Леги Орлеги Боги Богини Заповеди Если человек Думает Над всем этим То его Тактовая Чистота Автоматически Увеличивается Повышается Качественно Если же Человек Погружен В пережевывание Негатива Этого мира О том Что вот Какое плохое Правительство Какой плохие Еще там Кто Старые Добрые Рептилоиды Какие плохие Серые Инопланетные Пришельцы Грейс И так далее То есть Неважно Какой-то Плохой Какие-то Его Мысли Его голова Занята Мыслями Негативного Характера То Тактовая Чистота Чистота Человека Естественно Понижается Однако Если человек Сто процентов Своего Мыслительного Ресурса Направляет На Только лишь Светлые Мысли Образы То в таком Случа Он утрачивает Чувство Реальности И становится Оторванным От жизни Философом Который Знать Не знает Ведать Не ведает О происходящих О реалиях Нашего Мира О происходящих Процессах В нашем Мире Естественно Он беззащитен И более того Он и не сможет Реализоваться Потому что Он не сможет Учесть Те факторы Которые могут Повлиять На материализацию Его намерений Это тоже Перегиб Как же быть И вот здесь Вот как раз таки Нужно Взрастить В себе Определенную Пропорцию Всего лишь Навсего Семьдесят К тридцати То есть Тридцать Процентов Своего Мыслительного Ресурса Можно И нужно Уделять Изучению Невежественных Сторон Этого Мира Изучению Невежественных Сторон Самого Себя Изучению Например Скажем Теневые Аспекты Буквиц Здорово Помогают В этом Разобраться Точно Так же Как и Изучение Невежественных Сторон В других Людях Например Изучение Невежественных Сторон В славянском Мире К примеру 30% Это 30% А 70% Уделять Светлым Положительным Мыслеобразом Изучение Негатива Нужно Для того Чтобы Ухватить Образ Этого Невежественного Проявления Для того Чтобы Затем Его Трансформировать Преобразить Не воевать С ним А преобразить Заместить Более Совершенным Аналогом И потихонечку Шаг за шаг Ступенька За ступенькой Оставив Это невежественное Проявление Позади Для того Чтобы Его Оставить Позади Его надо Изучить А так Устроен Человек И его Энергетический Контур Что то Что он Изучает Он Автоматически Подпитывает И вот Теперь Смотрите В славянском Мире И наблюдается Тоже Такой Момент Что люди Гораздо Чаще Погружены В негатив Чем В положительные Стороны Если вы Вспомните Друзья И Проанализируйте И свои Собственные Мысли И мысли Других Людей То Чему Посвящена Большая Часть Обсуждений Вы увидите Что посвящено Оно Именно Невежественным Негативным Сторонам Нашей Жизни Соответственно Люди Обсуждая Пережевывая Это Нарушая Данную Безопасную Пропорцию 70 к 30 Они Во-первых Понижают Тактовую Чистоту Своих Вибраций А во-вторых Они Подпитывают Каждым Словом Каждой Мыслью А тем более Еще на эмоциях Они подпитывают Данный Негатив Тем самым Усиливая Данное Невежественное Проявление В себе И в людях Как же быть Вот как раз таки Это второй пункт Ведического Образования Взрастить Позитивное Мышление Оно подразумевает Не отрыв От реальности Не создание Иллюзии Отсутствия Невежественных Сторон А изучение Невежества Используя Не более 30% Своего Ресурса Внимания А 70% Уделять Светлым Положительным Мыслеобразам Светлые Положительные Мыслеобразы Это Они Состоят Из двух Составляющих Первое Это Те положительные Достижения Которые Уже Достигнуты То есть Это Отмечание Какие Обращение Внимания На какие-то Успехи Которые Уже были достигнуты В славянском мире Это Хвала Это В конце концов Воспевание Славы Тем людям Которые Чего-то Достигли Чего-то Добились И так далее То есть Мы Половину От этих 70% Условно 35% Мы Посвящаем Светлым Положительным Сторонам Нашего Мира О том Что в нашем Мире Оказывается Много Всего Есть Хорошего Так Например В нашем Мире Замечается Например То Что Русский Народ Перестал Вымирать То Что Демография Пошла На улучшение Это Ли Не здорово Давайте Над этим Поэмоционируем Порадуемся Этому На том Что У нас Люди Начали Просыпаться Это Здорово Давайте Порадуемся Тем Что Патриотизм В наших Людях Пошел В рост Это Здорово Понимаете То есть Вот это 35% И Оставшиеся 35% Это Наше Намерение Цели Желания Устремления Порывы Получается Что Вот они Вместе Образуют Вот эти 70% Получается Что Когда Человек Большую Часть Своего Ресурса Внимания Посвящает Светлым Мыслеобразом А 30% То есть Меньшую Часть Своего Внимания Невежественным Сторонам Он Тем Самым Держит Руку На пульсе Этого Мира Получается Не отрывается От реальности Знает Негативные Знает Но не копошится В них Он Знает Что Знает Примерное Содержимое Мусорки Но при этом Он не ковыряется С детальным Изучением Каждого Элемента Мусора В мусорном Баке Понимаете И Другой Момент Он Как раз Повышает Свою Тактовую Частоту Вибрации То есть Становится Чище И лучше Соответственно Более Соответствует Стандартам Новой Эпохи Или Духу Времени Это у нас Второй пункт Позитивное мышление Третья задача Которую Ставит Перед собой Ведическое Образование Но во всяком случае В нашем Исполнении Это Как раз Вывод человека На символьный Уровень работы С пространством Временем И событием Очень здорово В этом помогают Буквицы И числоведение Как раз И нумерология Тоже И руническое Направление Дело в том Что каждое Событие Прошу прощения Каждое событие Несет в себе Несколько Значений Оно Есть Явная Его Форма Есть его Символьная Подноготная Форма Когда человек Видя событие Может считать Что следствием Чего оно является На тонком плане Маркером Чего оно является В его внутреннем мире Или процессов Которые происходят На тонком плане В многомерности Это очень интересная И глубокая тема Это символьный Уровень работы Или пространство Символов Символизм Оно позволяет Человеку Считывать Информацию Большего Объема Используя Просто наблюдая За своей жизнью Оно способствует Автоматически И большей Наблюдательности Или как говорит Иван Царевич Замечательности Потому что Замечательный человек Это тот Кто все замечает И Считывая Символьные ряды Окружающего мира Понимать Что за ними стоит И отображениями И маркерами Чего В многомерности Являются Данные символы Также это позволяет Человеку Моделировать Событийный ряд С Большей Эффективностью Он Обычным Своим Действием Превратив его В символьное Действие Он Превращает его По сути В многомерное Действие И одним Шагом Своим Продвигается Сразу По нескольким Дорожкам Это Очень Эффективно И удобно Потому Это Уже Можно Сказать Больше К тому Разделу Который Считается Называется Магия Волжба Волшебство Как угодно Называйте Смысл Один и тот же Это Прикладная Реализация Знаний Богословского Характера То есть Духовный Прикладной Аспект Это И называется Магией Четвертый Пункт Это Взращивание Иммунитета Против Манипуляции Сознанием Эта Тема Является Частью Раздела По Энергоинформационной Безопасности И ее Задача Как раз Таки Не допустить Манипуляции Славянами Со стороны Тех Людей Чьи Устремления Не Соответствуют Порывам Чайным Устремлениям И Святыням Славянского Мира И Русского Мира В целом Помнишь Алексей С чего мы Начали Наше Общение По поводу Славянского Мира Этих Процессов Которые Происходят В нем Мы не можем Требовать От 14-летнего Подростка Например Мудрости Зрелого Человека Это вполне Естественно Нужно дать Возможность Взраститься И вот Как раз Славянский Мир Он взращивается Очень активно Семимильными Шагами Но тем не менее Все равно Нужно Обеспечить Защиту Потому что На данный момент Манипулировать Людьми В славянском Мир Достаточно Просто Поманив Светлыми Образами И заманив Их не туда В боковой Коридор По сути Если Могу поделиться Своим Итогом Изучения Данного Вопроса Что Опять же Это Мое Личное Суждение Я его Не навязываю Просто Делюсь Это Вывод Которому Я пришел Что На данный момент Славянский Мир Не имеет Иммунитета От манипуляции Сознанием И если Кому-то Придет В голову Превратить Славянство Например В общественно Политическую Силу То В том числе Для того Чтобы Использовать Ее С помощью Многоходовки Против России То Естественно Что люди Сами будут думать Что они За Россию Что-то делают То На данный момент Это Вполне Реально И это Создает Определенную Неустойчивость Соответственно Для того Чтобы Люди Не стали Жертвами Манипуляций Необходимо Знать Манипулятивные Технологии Но Не Применять Их Знать Но Не для того Чтобы Использовать А для того Чтобы Другие Не смогли Их Использовать Против Людей Потому Взращивание Иммунитета Против Крипды Или Прививка От Крипды Или Иммунитет Против Манипуляции Сознанием Это Четвертый Пункт Ты что-то Хотел сказать Алексей Я хотел сказать Что Может быть Музыкальную Паузу Пора сделать Ага Ну Давай Хорошо Мы Четыре Пункта Разобрали Осталось Еще Ну Да Как раз Рубер Прошли Так Ну И Давайте Поставим Небольшую Песенку Военных Лет Помню Как Спевали Мои Дядьки Ее Дружно Сидящие За столом Душа Разворачивалась Вот Давайте Попробуем Как-то Оттуда Что-то Такое Подтянуть В наш Эфир Светлое Доброе Вы Слушаете Народное Славянское Радио Продолжаем Разговор Продолжаем Разговор На Народном Славянском Радио Напомню Что по одному Из современных Календарей 29 апреля 2016 Года Пятница По одному Из старинных 18 дней Месяца Пассива Наречения 7524 Лета Вторник Напоминаю Что вопросы Мы принимаем Из чата Народного Славянского Радио Где как писал Один из наших Четлан Уже сложился Свой Такой Междусобойчик Где Много о чем Говорят Таком Что в эфире И не скажешь Как там Один юморист Говорил Что вслух Не произнести А если произнести На 15 Суток Можно сесть Ну вот И между срок Кое-что Дочитывают И прочитывают Так что Не заходите в чат Спокойнее жить будете Вот Но во всех случаев Вопросы принимаем Оттуда Также у нас Есть форум Где очень много Информации Туда тоже не заходите А то вдруг Уменить начнете И также Есть социальная сеть Защищенная От всяких Неприятностей Откуда Ваша информация Не утечет И потом Вам не будут Присылать Письма Счастья И давай Дальше Мы уже будем Разбирать тему Четыре пункта Мы разобрали И приступаем Наверное К пятому Я хотел бы Предложить Может Алексей Тебе есть что Сказать Прокомментировать По поводу Этих четырех пунктов Прежде чем Мы пойдем дальше Не-не-не-не Не хочу перебивать Наслаждаюсь Твоими рассуждениями Очень приятно Слушать Ну ладно Хорошо Тогда продолжаем Благодарю Следующий пункт Пятый Задача Ведического Образования Научить человека Работать В потоковом Состоянии И черпать Знания Напрямую Из глубин Своего внутреннего Мира Вот как-то Мы уже разговаривали В одном из прошлых Эфиров Может быть Помнишь Когда ты задал Вопрос Собственно Откуда Источники Знаний И насколько Они достоверные Источники Знаний Было дело Было Постоянно Такие вопросы Всем задают Я не стесняюсь Тоже задаю Правильно Это абсолютно Правильный вопрос Потому что Без сдачи Ответа На него Проблематично Двигаться дальше Потому что Иначе внутренние Сомнения Начнут человека Раздирать в клочья И вполне естественно Что он с такой Платформой Далеко не уйдет И вот помнишь Мы тогда с тобой Как раз говорили Что одним из Сильных источников Знания Ведического Знания Является Наш внутренний мир Дело в том Что все наши Все знания Записанные Весь опыт Ведическая мудрость Все это заложено В наших генах В нашей крови В генетике И когда человек Начинает духовно Расти Когда его Тактовая частота Повышается Опять же Все приводим К простому знаменателю То генетическая память Начинает распаковываться И она приходит В виде каких-то Озарений В виде понимания В виде мыслей Или какого-то порыва Куда-то окунуться И что-то изучить И именно там человек Находит определенные Ключи К пониманию И как раз таки Потоковое состояние Умение работать В потоке Это Один из Основных Инструментов Извлечения Знания Из глубин Своего внутреннего Мира Другое название Потока Это Ритм Как раз Помните Когда человек Может словил Ритм И он по этому ритму Идет И не устает Это же называется В трансерфинге Быть на гребне волны И Это необычное Такое состояние Которое Сложно Описать Людям Которые его Не испытывали Вот помните Состояние Которое испытывали Абсолютно все Когда Человек Когда у человека Открылось второе дыхание Вот вроде бы Человек устал Устал Совсем А тут Словил какую-то волну Все И идет И он понимает Если он сейчас Отвлечется И сделает перерыв То он вдруг Почувствует сильную усталость И уже не сможет Возобновить работу И поэтому Он продолжает Работает Работает Может работать Много часов подряд И потом В принципе Уже Закончив работу Он понимает Что он сильно-то И не устал И что он сейчас Может собраться И пойти куда-нибудь В горы И у него силы будут Вот помните Вот это состояние Уверен Его испытывали Абсолютно Все по многу раз Поэтому На него и ссылаюсь Вот работа В потоковом состоянии Это что-то подобное Только Она связана Не столько С работой Физической Сколько С работой Внутренней То есть С погружением Внутрь себя Вот Второе дыхание Это можно сказать Потоковое состояние Которое повернуто В сторону действий В явном мире А вот представьте То же самое Только мы поворачиваем В наш внутренний мир И это проявляется В виде череды Озарений Которые начинают Приходить То есть По сути Человек Вещая В потоковом состоянии Мыслит Методом Озарения И ему Когда задают Вопрос Например Еще не закончили Формулировать вопрос У него уже есть Мысли Образ Ответа И Те люди Кто умеет В потоковом состоянии Работать Они как раз И отмечали Что Поразительно Но они могут Дать ответ На любой вопрос В принципе Ну конечно Все равно Есть ограничения Но спектр Дачи Каких-то Ответов У человека Значительно Расширяется Благодаря наличию Потокового состояния Соответственно Люди Начинают Стремиться Сохранить Это состояние Потоковое состояние То есть Человек Пропускает Через себя Определенные Потоки энергии И это Приводит К Озарениям И эти Озарения Как раз Позволяют Человеку Черпать знания Из глубин себя То есть Человек Погружается Входит В потоковое состояние Погружается В вопрос В котором Хочет разобраться И начинает Черпать Мысли Образы То есть Ему Ответ Начинает Приходить В виде Череды Мысли Образов Дальше Человек Их может Либо Проговаривать Либо Выписывать Использовать Для этого Свой личный Дневник Что очень Кстати Советую И так далее То есть Благодаря Потоковому Состоянию Одним Из самых Мощных Источников Знания Становится Внутренний Мир Человека Отсюда Вспоминаем С чего Все начиналось Когда мы Говорим Про Асгардское Училище Например То Как раз Самый Первый Урок Самого Первого Предмета То Что Все Знания Внутри Нас Соответственно И если Человек Хочет Получить Основные Глубинные Знания Ему Надо Дойти Вглубь Себя Все Остальное Лишь Помогает Этому Работа В потоковом Состоянии Впервые Была Показана В Асгардском Духовном Училище И те Кто смотрели Видео Уроки Вы помните Друзья Что Там Непривычный Ритм И люди Некоторые Просто не Выдерживали Просмотр Асгардского Училища У них Не получалось Его смотреть По той Причине Что Как-то Казалось Что-то Как-то Атаки У людей Просто Не хватало Терпения А на деле Это Инструмент Вхождения В потоковое Состояние Замедление И может быть Алексей Мы с тобой Как-нибудь Отдельно Поговорим На эту тему В рамках Еще одного Возможного Эфира Если будет Интересно Просто я не могу Развернуть Тему работы В потоке В рамках Нашей Сегодняшней Встречи Потому что Это очень Большая тема Очень объемная И здесь Есть чем Поделиться И я думаю Если эта тема Будет интересна Слушателям То мы могли бы В рамках Отдельного Эфира Поговорить На эту тему Ну давай Тогда скажем Нашим радиослушателям Что у нас Есть задумка Делать Офлайн Эфиры Такое Матерное Иностранное Словечко Гадкое Эфиры Вне эфира То что называется Которых Мы Небольшие эфиры От полчаса До часа Максимум Где мы будем Раскрывать Какие-то темы Вот И эти эфиры Мы планируем Выкладывать Ну к примеру Раз в неделю Или может быть Раз в две недели В какой-то еще Пока не определились Когда Вот Так что Такая задумка есть И кое-что Мы там даже Уже с тобой Так по секрету Скажем Всему свету Кое-что записали Так что Наберем Когда необходимый Объем Будем их уже Начинать выкладывать Так что Темы Это будем рассматривать А нашим радиослушателям Я предлагаю Пожалуйста Через форум Обратной связи Пишите вопросы И эти вопросы К Андрею И эти вопросы Мы будем брать За основу Уже таких вот Мини эфиров Где будем Подробно Что-то разбирать Ну а Большие эфиры Само собой Также будем проводить Никто от этого Не уйдет Никуда не денетесь Мы вас достанем Да пожалуйста Продолжай Хорошо Благодарю Алексей Здесь я всего лишь Хотел дополнить Что По поводу работы В потоковом состоянии Что Здесь есть Очень важно Уметь Входить в это состояние И уметь Его удерживать И Человек может Легко вылететь Из этого состояния Если он Допустит Ряд Каких-то Промахов И Что-то Позволит Себе Лишнее То есть здесь Не столько Момент Того Что нужно Сделать Чтобы войти В потоковое Состояние Сколько Скорее Момент Чего не нужно Допускать И тогда Потоковое Состояние Явится Само То есть Скорее Потоковое Состояние Умение Работать В потоке Это Следствие Приятный Побочный Эффект От определенной Внутренней Работы Которую Человек Проводит И его Философии И Его Внутреннего Состояния При этом Хочется Отметить Что поток Потоку Розен И Сегодня Бывают Такие Нередко Встречаемые Проявления Когда люди Могут Работать В потоке Безусловно И Им Действительно Приходит Какое-то Понимание Однако Это Поток Ну Скажем Так По ту Сторону Провода Какие-то Шутники Подключились И Начинают Вещать Информацию Эта Информация Приходит В виде Мысли Образов Но Она Откровенно Кривая И Здесь Предвосхищая Вопрос Наших Радиослушателей А как же Собственно Как же Собственно Определить Кто В каком Потоке Работает А вот Для этого Друзья Необходимо Взращивать Чувство Знания Оук Чувствование Правды Чувствование Устоев То есть Нужно Взрастить В себе Навык Умение Умение Определять Качество Энергетического Излучения Которое Исходит У человека На данный Момент Если Человек Работая В потоковом Состоянии Его Тактовая Частота Значительно Повышается То есть Он Начинает Практически Вот Светиться Искриться То есть Он Начинает У него Энергия Святости Приходит У него Качество Вибрации От него Исходит Более Мягкое Более Высокое То в таком Случае Он в потоке В правильном Потоке Если же Его тактовая Частота Понижается И она Становится Хуже Чем До того Как он Вошел В поток То значит По ту сторону Провода Какие-то Шутники С тонкого Плана Что-то Не то Человеку Нашептывают Такие Случаи Уже Мне встречались Не раз В славянском Мире И опять же Эту тему Мы можем Раскрыть Более обстоятельно В В отдельном Эфире Потому что Сейчас нам Надо двигаться Дальше Тема Очень интересная И одна Из важных Она Неразрывно Связана Как с Энергоинформационной Безопасностью Потому что Мало ли кто Что нашептывать Будет В виде мыслей Образов Которые Приходят В голову Точно Так же Как и Ну это И тема Мировоззренческого Характера Ну там Много Это Одна из Центральных Тем Вообще Умение Работать В потоковом Состоянии Которая Отображается Образом Буквицы Ижей И поток Как Умение Познавать Вселенское Начало Шестой Мы уже с вами Помните Проговаривали Как научить Человека Учиться Без учителей Привить И взрастить Навык Самообразования Мы об этом Уже Проговаривали О том Что Главным Учителем Является Сама Жизнь По сути Когда человек Учится У жизни Он не Отрицает Безусловно Парампору Прямую Чиническую Преемственность Это очень здорово Когда она Есть Когда человек Может пройти Посвящение У компетентного Человека Но когда Таких возможностей Нету Например Или когда Они ограничены Человек Все равно Главным Его учителем Как ни крути Является Бог Прощурод Всевышний Который проявляется Через Жизненные Обстоятельства То есть Учиться надо У жизненных Обстоятельств Точнее У Бога Через Жизненные Обстоятельства Потому Надо помнить Просто Не забывать То что Уже Озвучивалось Много раз О том Что Весь мир Это одна Сплошная Школа Для кого-то Детский садик Для кого-то Школа Для кого-то ПТУ Для кого-то Университет А для кого-то Может быть И гауптвахта За плохое поведение Но смысл В том Что Человек Учится У Бога Бог Главный Учитель Но при этом Очень здорово Когда есть Духовные Учителя Люди И наставники Я думаю Я думаю Что когда-нибудь В славянском мире Возродится Институт Учителей И наставников По прямой Преемственности Пока что Те люди У кого нету Прямой преемственности Они всего лишь Создают фон Просто Обмениваются Результатами Своего Самообразования Переработки Каких-то Материалов В исполнении Достойных Людей Или Обмениваются Результатами Своего Эксперимента По использованию Ведического Знания В современных Реалиях Это Довольно-таки Хороший Хороший Процесс Благостный Он и приятный И полезный А это Всегда Радостное Сочетание Соответственно В таком же Ключе Личный Я работаю Вы знаете Что Я не учитель И себя Учителем Я не объявлял И прямой Такой Парампоры Преемственности У меня нету Я всего лишь Создаю фонд Для самообразования Людей Если Благодаря Взаимодействию Со мной Вам Чуточку Легче Самим Образовываться То Я считаю Свою задачу Выполненной Вот это просто Чтобы не было Никаких кривотолков А то Начинают в интернете Говорить А вот Очередной Учитель И все такое Я не учитель Учителем Себя Не объявлял Соответственно Поскольку Сам Самоучка Я бы счел За великую честь Конечно Обучаться Так Системно Обучаться Длительно Какого-нибудь Учителя Наставника Но Я Самоучка Естественно Что тяготею К таким же Самоучкам И готов Поделиться Результатом Самообучения И Естественно Принять Если кто-то Делится Результатом Своего Самообразования Так собственно И формируется Ведическое Образование Седьмой Пункт Взрастить Навык Духовного Свития Разных Учений Здесь Наверное Алексей Стоит сказать Более обстоятельно Потому что Это Важный Такой Момент Он Может быть То что Сейчас Будет Сказано Наши Слушатели Может Далеко Не все Вас примут Всерьез Ввиду Того Что Сейчас На кону Гораздо Другие Другие Вещи Которые Бросаются В глаза Это Как раз То что Россия Поднимается С колен И Естественно Мы живем В непростое Время То что Я сейчас Скажу Это На следующие Шаги Что будет После того Как Россия Поднимется С колен И Мы с вами Видим Стремительное Развитие Технических Каких-то Технического Прогресса Нанотехнологии Роботизации Кибергизация Чипизация Все эти слова Знакомые Давайте Мы не будем Бояться Этих слов Просто Без эмоций Посмотрим Что Процесс Роботизации Идет Достаточно Активно И После Победы России В этом В этом Интересном Гамбите Спустя Какое-то Время У нас Начнется Другое Увлекательное Приключение И Возможность Проявить Себя Два Вектора Вступят Между Собой Но не будем Говорить В противоборство Скажем Так В игру В игру В шахматную Комбинацию Одни силы Будут стремиться Кибергизировать Человечество То есть Превратить Его В киборгов Будут Предлагать Какие-то Нанотехнологии С помощью Которых Можно Продлить Жизнь Своего Физического Тела Заменя Его Вышедшие Из строя Органы Какими-то Искусственными Выращенными С помощью Нанотехнологий Какими-то Заменителями Да Человек Перестанет Болеть Но он При этом Перестанет И быть И человеком Как таковым Как видом И будет Предлагаться Простой Путь И быстрый Но при этом Не экологичный А если мы возьмем Духовное Устремление То это Путь Духовный Путь Это путь Это путь Не простой Но он Правильный Киборгизация Это то Что легко Духовное Развитие Это то Что правильно И Есть ряд Проектов По которым Человечество С помощью Киборгизации Будет выведено На принципиально Иной путь Некоторые Я не буду называть Названия Этих проектов Вы можете Изучить Этот вопрос Самостоятельно Но только в рамках Тридцати процентов Помните О чем мы с вами Говорили в начале Когда говорили О втором пункте Про позитивное мышление В будущем В недалеком Будущем Которое я уверен Многие Здесь Из наших Слушателей Застанут Придется Делать Непростой выбор Что будет На службе У чего Высокий Технический Уровень Будет на службе У духовного Стержня Человека Как это было У наших предков Ведические времена Или же Духовные устремления Будут задавлены Техническим Техническим Моментом И Все Духовные Учения Говорят о том Что Необходимо Конечно Техническое Поставить В услужение Духовному Короче говоря В будущем Духовные Учения Перед Лицом Кибергизации Возможной Кибергизации Будут Сближаться Между собой Естественным Образом Для того Чтобы Духовные Устремления Человека Были на первом Месте А технический Прогресс Лишь Способствовал Этому Но не Глушил Сами понимаете Что если Человек Допустим У которого Больное Сердце Если он Заменит себе Сердце Искусственным Кибернетическим Каким-то Протезом И при этом Будет продолжать Жить дальше То У него Уже Будет Ограничена Его Возможность В использовании Сердечной Чакры В той Мере В которой Он Сможет То есть У него По сути Будет идти Блокировка На тонком Плане Практически Полная Соответственно Духовные Учения Перед Лицом Рисков Кибергизации Будут Сближаться Между Собой И уже Сейчас Нужно Учить Людей Помогать Им Научиться Свивать Разные Духовные Учения Это Речь идет О духовном Синтезе Или О Свите Если Сказать По-русски Разных Духовных Учений Где Разные Духовные Учения Уже Не Противопоставляются Как Это Делается В Конфессиональном И Религиозном Стандарте А Когда Они Дополняют Друг Друга И С Таким Подходом Каждое Духовное Учение Превращается В сокровищницу Знания И Мудрости Которую Человек Стремится Постичь И И И Применять Таким Образом Все Духовные Учения Будут Соединяться Но Не в Единую Религию Не Дай Бог А Именно В Единой В Скорее В Единые Духовные Устремления Которые Могут Быть Оформлены В Разных Терминологиях В На Котором Будут Объединяться Все Духовные Учения Вот Как раз Таки Для Того Чтобы Научиться Свивать Разные Духовные Учения Необходимо Всего Лишь Смотреть На Их Суть А Не На Форму Не На Обертку И Вот Как раз Таки Религиозные Религии Потихонечку Будут Отходить Кто Бо Как К Этому Не Относился Это Объективность Это Пророчества Говорят Об Этому И Мнение Многих Людей Таково Что Действительно Религии Будут Тускнеть И Люди Вместо Того Чтобы Исповедовать Будут Познавать Мудрость Знание Силу Каждого Изучения И Свивать Их Вместе И Тем Самым Выводить Человечество На Тот Уровень В котором В котором Уже Киборгизация Столь Выгодная Для Кощеев Не Будет Реализована Это Следующие Шаги Я просто Ориентирую Наших Слушателей Чтобы Они Знали Что Будет Спустя Какое-то Время Может Спустя 5-10 Может 20 лет Сложно Сказать Сейчас Ткань Времени Волнуется И Все Может Как Сжаться В одну Точку Так И Разжаться До Вечности Но Тем Не Менее Это То Что Нас Ожидает В Я уверен Недалеком Будущем Но навык Духовного Свития Синтеза Наперед На будущее Необходимо Взращивать Уже Сейчас И Хочу Отметить Друзья Радость Поделиться Радостью Что По итогам Моего Общения С людьми Могу Сказать Что Люди Здорово Продвинулись В этом Направлении То есть Они Все Больше Свивают Разные Духовные Учения Между Собой Все Меньше Видят Противоречия Между Ними По Знания Это у нас Полушуточный Такой Пункт Работы С информацией Если Помните Следующий Пункт Научить Человека Созидать Собственные Алгоритмы А не Просто Выбирать Один Из Готовых Из Предложенных Вариантов Может быть Мы этот Пункт Коснемся Будем Разбирать Уже После Музыкальной Паузы Как ты Думаешь Ну Давай Хорошо Хорошо Давайте Послушаем Еще одну Интересную Песню Времен Великой Отечественной Войны Небольшая Но Довольно Таки Интересная Мне она Очень Нравится Вы Слушаете Народное Славянское Радио Продолжаем Разговор Продолжаем Разговор На Народном Славянском Радио Напоминаю Что по одному Из современных Календарей 29 апреля 2016 года Пятница По одному Из старинных 18 день Месяца Пассивного Речения 7524 Лет Вторник Ведическое Образование Ключка Новой Эпохи Андрей Иваш Каглан С ведущей Хороша Страна Болгария Конечно Все здорово Но у нас Идет Живой Эфир Итак Андрей Продолжай Да Благодарю Знаешь Когда пелась Хороша страна Болгария Первый раз Я услышал Хороша страна Дария Так не понял Думаю Что это в советское время В военные годы Про Дарию пелось Потом вслушался А не Болгария Ну вот видишь О чем думает Потому что Тому-то и слышится Да-да-да Совершенно верно Итак Восьмой пункт Научить человека Созидать собственные Алгоритмы Поведения А не довольствоваться Готовым путем Дело в том Что люди Действительно Далеко не всегда Могут сформировать Свою собственную Пошаговую Такую Пошаговый алгоритм Последовательность Действий Которые приведут Его к Результату И на самом деле Это большое творчество Когда человек Ставит цели И начинает идти Своим путем Проторивать свою дорожку Думать Как-то осмыслять Погружаться Считывать На символном уровне Смотреть Это увлекательное Творчество Благодаря которому Человек духовно растет И совершенствуется Когда он Учится сам Формировать Собственный алгоритм Движения К цели И у таких людей Которые Взращивают В себе Это У них нет Вопросов Что делать Они не задают Вопрос другим Людям Что делать Потому что По сути За вопросом Что делать Часто скрывается Неспособность Своя Сформировать Своё собственное Поведение Сформировать Свой собственный Вектор Движения К цели И по сути Довольствоваться Выбором Другого человека Скажи мне Куда мне идти Вот туда Вот всё Хорошо Я пойду Но в таком случае Ответственность На тебе Ведь ты же Меня туда Отправил Ты же Посоветовал Мне туда Идти Вот как раз Таки Друзья Для того Чтобы человек Понял Ведическое Наследие И смог Его реализовать Ему Необходимо Научиться Самому Формировать Алгоритмы Своего движения Самому Ставить Цели Но при этом И формировать Механизмы Движения К этим Целям И вот Если вы Обратите Внимание Друзья То Не славянский мир А вообще Вообще В целом Успешные Люди Какие-то Как-то Реализовавшие Свой потенциал Генетический Духовный Врождённый Или приобретённый Это люди Которые Дерзнули Попробовать Действовать По-другому Те же Кто потом Начали идти По их стопам Просто Из подражания На каком-то Начальном этапе Это может быть И оправдано Но Если люди Просто Начинают Подражать Другому Человеку То Они Становятся Черно-белой Копией Цветного Оригинала Они Становятся Не до Им А здесь Нужно Научиться Быть собой Причём На основе Своего Истинного Я А не Ложного Эго Понимаете Поэтому Поэтому Как раз Одна из задач Ведического Образования Научить Человека Помочь Ему Научиться Самим Формировать Алгоритмы И Самим Определять Каким Целем И как Идти Это один Из принципиальных Моментов Он требует Ответственности И творчества И Главное Главное Препятствие На этом Пути Это Страх Именно Из-за Страха Люди Не могут Решиться Сформировать Собственный Путь По которому Пойдут Или найти Его Просто Внутри Себя Они пытаются Из-за Страха Сделать так Чтобы им Кто-то Подсказал А это Не тот Путь Друзья Потому что Даже если Вы придёте Туда Вы придёте Туда Туда Куда Нужно Вы придёте Туда Не сами Вы придёте Туда Вас По сути За ручку Проведут И тем Самым Вы не Реализуете Те творческие Возможности Которые У вас Есть И кроме Того Страхи Тоже Не проработаете Потому Как ни Странно Это может Показаться На первый Взгляд Но Взращивание Умение Формировать Свои Собственные Алгоритмы На основе Творчества Это ещё Инструмент Проработки Внутренних Страхов Девятый Пункт Научить Человека Не только Созидать Но и Защищать Сотворённое Защищать Результаты Своего Творчества Чтобы Их Плодами Не пользовались Другие Люди Стоящие На паразитических На паразитическом Образе Жизни Из-за Духовной Незрелости Своей Вспомните Как было Когда наши Предки Созидали Создавали Многочисленную Инфраструктуру Советского Союза Работали Вкалывали Потряснены На потомков По сути Создавали Всё то Что сейчас Нещадно Эксплуатируется А потом В несколько Прекрасных Так сказать Лет Это всё Вдруг Стало Частной Собственностью Людей Которые Не имели К этому Никакого Отношения Справедливо Это или Несправедливо Решать В данном Случае Не мне Но Хочу Сказать Что То что Созидаем Мы сами И то что Созидали Наши Предки Нужно Уметь Защищать И Как раз Таки Это наверное Самый Больной Самый Непроработанный Вопрос Сегодня Из всех Тех Которые Озвучены В Ведическом Образовании Но Тем не менее Потихонечку Люди Начинают Работать В этом Направлении Как не просто Созидать Но и Сделать Так Чтобы Результат Нашего Созидания Не превратился В инструмент Паразитов И здесь Нужно Уметь Выстраивать И мировоззренческую И энергетическую И духовную Защиту Это целый Комплекс Такого Комплексный Подход Здесь Наблюдается Это и Взаимодействие С родовыми Силами С духовными Существами Вселенной Это взаимодействие С пращуром Родом Непосредственно Это и умение Правильно Относиться К продукту К результату Своего Труда То есть Это Очень Такой Большой Развернутый Это Очень большая Развернутая Тема Опять же Мы здесь Только Озвучим Но Развернуть В полной Мере Сходя из Формата Сегодняшней Встречи Не получится Дальше Следующий Пункт Научить Человека Гармонизировать Все аспекты Жизни Гармонизировать Или Как это В наших Кругах Говорят Ладовать То есть Ладовать Своё тело Например Восстанавливать Его Это Речь идёт Об Исцелении Уцелительных Каких-то Практиках Техниках Гармонизировать Личностные Взаимоотношения Гармонизировать Взаимодействие С пространством Вокруг себя Гармонизировать Само Пространство Упорядочивать Его Ну и так далее То есть Гармонизировать Своё взаимоотношение Например Который тоже Не проработанный Для славянского мира Для некоторых Людей в славянском мире Вопрос Гармонизировать Взаимодействие С деньгами Например То есть Как-то научиться Выстраивать Такую философию Чтобы Не зацикливаться На них Но и При этом Не отказываться От них То есть Опять же Такой внутренний момент То есть Гармонизация Всех аспектов жизни В приоритете У славянина И собственно Все инструменты Которые есть В славянском Кометическом Наследе Так или иначе Являются Средствами Гармонизации Восстановления И поддержания Равновесия И баланса Или как его называют В физике Закон о сохранении Энергии И его реализации Поэтому Как раз таки Нужно Овладевать Инструментами Гармонизации Всех аспектов Жизни Одиннадцатый пункт Это Собирание Изучение Систематизация Насыщение Личным опытом Сохранение И преумножение Как ни странно Это может показаться И не пугайтесь Друзья Но Самобытной Магии Русского народа Объясню в чем дело Друзья Дело в том Что Магия Это Прикладное Использование Духовных знаний И Любая Медитативная Техника Югическая Практика Мантра Пение мантр Молитвенные Практики Славление Все это является Магией То есть Это Практическое Применение Духовных знаний В том числе И гармонизация Всех аспектов Жизни Так вот У нашего народа Накоплен немалый Опыт Использования Магии Волшебства Это называется Деревенское Колдовство Это называется Ведическая Магия Это называется По-всякому Много названий Много форм Но При этом Это все Можно назвать Одним словом Магический Опыт И Вот здесь Как раз таки Хочу вам сказать Что Культура Вернее Традиция Является Оберткой Магии То есть Когда Какое-то действие Осуществляется На основе Подражания Без понимания Энергоинформационного Смысла Что при этом Происходит Это традиция Когда 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 Традиционное Действие Осмысляется С Энергоинформационной Точки Зрения И С пониманием Дела Реализуется Это уже Магия Так вот Народ жив Пока жива Не традиция Данного народа Русский народ Демонстрирует О том Что Может жить Народ Практически Полностью Потеряв Свою культуру И традицию Он сохранил Знание И опыт Предков Но Культуру И традицию Как таковую Он потерял Практически Полностью У нас Жалкие Проценты Остались От культуры И традиций Но Русский народ Живет И здравствует Как вы думаете Почему Дело в том Что Народ жив Пока жива Самобытная Магия Этого народа Потому что Магия Этого народа В данном случае В нашем случае Русского народа Способствует Поддержанию Взаимодействия С духовными Существами Вселенной Покровительствующими Данному народу То есть Те духовные Существа Которые Покровительствуют Русскому народу Они поддерживаются С помощью Магии Понимаете Они усиливаются И усиливаясь Они помогают нам Речь идет Как про Духов Стихий Это Как раз Лешие Домовые Банники Овинники И так далее Речь идет Про родовые Про те Духовные существа Вселенной Которые носят Родовой характер Это леги Орлеги Например И так далее То есть Родовые ангелы Точно так же Как и все остальное И Духовно-магическая Работа Она сегодня Должна Отсуществляться По той причине Что Магия Сегодня Сильно Особенно Сейчас Последние годы Она сильно Используется В безнравственных Целях Я вам хочу Сказать И сегодня Распространение Магии Носит Массовый Характер Вспомните Как было В 90-е годы Когда только-только Начала распространяться Компьютерная Техника И многие Люди Говорили Нет Принципиально Не будем Ее использовать Нет Принципиально Были против И в итоге 20 лет спустя У всех есть компьютеры У многих планшеты Мы сейчас С вами С помощью компьютера И общаемся Потом 2000-е годы Начали распространяться Мобильные телефоны И опять Люди Тоже Нет Принципиально Не буду использовать Будем пользоваться Только стационарными 10 лет 10 лет спустя Прошло Мобильные телефоны Есть у всех Вот то же самое Сейчас происходит С магией Магия Распространяется Массово И тоже Если люди Нет Принципиально Не будем Использоваться Я вас уверяю Пройдет Меньше 10 лет И магию Будут использовать Все Другое дело Что распространение Магических Знаний Технологий Осуществляется С куда Большей Интенсивностью Чем взращивается Духовно-нравственный Стержень Людей Которые Получают В руки Серьезные Магические Инструменты И Поэтому Естественно Что надо Понимать Что распространение Магических Знаний А мы не можем Препятствовать Этому процессу То есть Это не нами Запущен этот Процесс Но он идет Надо просто Объективно Воспринимать Использовать Данный процесс Нам не Остановить И надо Понимать Что распространение Магических Знаний Технологий На людей Не взрастивших В себе Духовно-нравственный Стержень Создает Серьезные Риски Массового Использования Магии В безнравственных Целях Естественно Те кто это Будут делать Будут очень Жестко Получать По голове От сил Кармического Воздаяния Спору нет Но перед тем Как они получат Они тем самым Они перед этим Еще успеют Накуролесить И не исключено Что их Куролесение Может Затормозить Наше движение Вперед Если с более Высоких Позиций Мы посмотрим То это Урок Который Нам необходимо Пройти Для того Чтобы Взрастить В себе Осознанное Взаимодействие С тонким Планом С духовными Существами Вселенной И с духами С духами С родовыми силами И так далее Бояться Этого Не надо В магии Нету Ничего Сверхъестественного Она Зиждется На простых Довольно Таких Принципах А дальше Опыт И творчество Здесь Главное Не Просто Следовать Каким-то Топорным Знаете Топорному Подражанию Вот есть Рецепт Если хочешь Счастья Выйти На такой-то Лунный день Поплюй Три раза Через плечо Подуй Куда-нибудь Повернись Три раза По часовой Стрелке Кинь мелочные Перекрестки Вернись домой Не поворачивайся Ни с кем Не разговаривай Это Простое Подражание Не дает Результаты Как правило Магия Зержится На простых Законах И эти Законы Надо уметь Использовать Для того Чтобы сохранить Наше движение К нашим Изначальным Целям Можно сказать Так Друзья Можно представить Славянский Мир В виде Самолета Который Летит В Аз В точку Назначения В Исток И Сейчас Мы переживаем Время Когда самолет Входит в зону Турбулентности И Когда Чтобы Самолет Продолжал Движение Необходим Дополнительные Стабилизаторы Необходимо Включать Дополнительные Инструменты Поддержания Движения В изначальном Курсе Вот эти Дополнительные Стабилизаторы Это и есть Ведическое Богословие Ведическая Магия Которую я Советую вам Использовать И применять А для этого И надо изучить Тем самым Вы Внесете Свой вклад В сохранение Самобытной Магии Русского Народа Которая Пусть и Дошла до нас Не с самой Глубокой Древности Потому что Самая древняя Считается Ведическая Магия А именно Более поздняя Ее вариация Но все же Это тоже Опыт предков Который тоже Можно использовать И безусловно Его надо сохранить Тем более Что русская Самобытная Магия Она во многом Отличается От многих Других Национальных Разновидностей Магии И на данный момент Нецелесообразно Говорить Чем она Отличается Это просто Отдельная Большая Тема Но там Это Особенность Русской Самобытной Магии Естественно Должна Быть Сохранена Она Во многом Эта Особенность Достаточно Забавная Самобытную Магию Надо Сохранить И одна Из целей Ведического Образования Как раз Таки Изучение Ведического Изучение Славянской Самобытной Магии Как правило Наносит Такой Сдвоенный Характер Ведическо Христианской Вот Такое Вот И Есть Чисто Ведические Технологии Есть Чисто Христианские Технологии А есть То Что Вместе Создано И В итоге Все Это Нужно Изучить Собрать Обобщить Систематизировать Что-то Из этого Применять Естественно Не в нарушении Закона Свободы Выбора И только В рамках Духовных Устремлений Духовного Эксперимента И защиты Своего Движения К истоку Потому что Нравственный Этический Аспект Он первичен Во всем В том числе И в магии И Те Кто Использует Магию В безнравственных Целях Жестко Понять Почему Люди В таком Ключе Используют И Ведь это Не только Неправильно Но еще И невыгодно Но Тем не менее На данный момент Имеем То что Имеем Поэтому Как раз Идет Сейчас Те люди Кто это Понимают Они сознательно Изучают Поднимают Какие-то Находят Деревенских Колдунов Обучаются У них И Не для того Чтобы получить Дополнительные Технологии И утереть Нос Ближнему Своему В конкуренции Нет А для того Чтобы сохранить Для того Чтобы сохранить Это знание Эту мудрость Которую накопил Наш народ И этот опыт Который До сих пор Хранится И тем более Что этим заняты Не только В славянском мире Но и за его пределами В том числе И те Кто Не разделяют Славянского Духовно-нравственного Стержня И этических Норм И последний Пункт Который Мне хотелось Бы отметить Двенадцатый Это Задача Ведического Образования Взрастить В человеке Безусловную Божественную Любовь Это состояние Когда человек Не любит Кого-то Конкретно Или что-то Когда он просто Любит То есть Он находится В состоянии Любви И он Излучает Любовь Не векторно Не точечно Это Человек Точечно Вот Этого Люблю А этого Не люблю А Божественная Любовь Главным Учителем Божественной Любви Является Помимо Бога Наш Ярила Солнышко И Наш Бог Ярила Он Солнце Просто Светит Оно Не светит Кому-то Конкретно Каждому Человеку Каждой Планете Нет Оно Просто Светит Дарит Свою Любовь И В лучах Этой Любви Существует Множество Форм Жизни В том числе И мы С вами Некоторые Могут Этого Не замечать Некоторые Благодарят Каждый Относится По-разному По-своему Но Солнышко В принципе Все равно На нашу Реакцию Оно Просто Дарит Нам Свою Любовь Вернее И при этом Солнышко Действительно Ничего Не требует Взамен И Человеку Точно Так же Нужно Учиться Дарить Любовь Не ожидая То есть Не формируя При этом Стереотип Ожидания И Это Как раз И есть Двенадцатая Задача Ведического Образования Вот Алексей Мы Закончили Такой Обзорный Перечень Тех Основных Направлений В которых Работает Ведическое Образование В исполнении Того Круга Людей В котором Я В котором Я Участвую И Безусловно Что У других Людей Могут быть Другие Цели И задачи В рамках Тоже Ведического Образования Напомню Что это Всего лишь Частный Локальный Пример Частный Локальный Случай Это Не догма И не Стопроцентная Истина Это Естественно Что эти Пункты Могут Меняться Корректироваться В них Может что-то Добавляться Что-то Убираться По мере Мы ведь все Тоже Несовершенные Тоже Растем По мере Роста И эволюции Сознания Естественно Будут Меняться И взгляды И в том числе И понимание Ведического Образования Сегодня Хорошо Я вот Что хочу Сейчас Провести Сделать Провести Такой Небольшой Близ Опрос Тебя По поводу Того Что происходило Всем недавно У нас есть Несколько минут До музыкальной Паузы Я думаю Что мы уложимся Проводились занятия Школы-буквицы В Суздале К сожалению Я туда по некоторым причинам Попасть не смог И очень жалею об этом Но все-таки Давай Чуть-чуть поделимся Раскроем тайну А чему были посвящены Эти занятия Если конечно Это можно раскрыть Или что-то из этого Можно раскрыть И в каком формате Они проводились И какие на твой взгляд Результаты После двухнедельного Почти двухнедельного Вот такого занятия Непрерывного С людьми происходили Какие результаты люди получили Да Благодарю Это образовательный проект Он называется Слово Он главным Инициатором Данного проекта Был Сергей Павлов И он Пригласил В качестве Преподавателей Меня И преподавателя Московского По Сварожьему кругу Идарийскому круголету Кирилла Запорожца Может быть Некоторые Некоторые Наших слушателей Его знают Очень советую Его видеоматериалы По звездочтению Формат Прав Был достаточно Интересный Это был Интенсив Такой мозговой Штурм Который превращался В мозговой взрыв Где в течение Двенадцати дней С утра до вечера Где-то с восьми Начиная Где-то до Восьми Иной раз До девяти До начала Десятого вечера Заканчивая С перерывом На обед Постоянная Начитка И практическая Работа И естественно Что это Непростая Была Непростая Была форма И обычно Мы стараемся Двигаться В более мягком Таком Формате Но Это Решили попробовать И в таком Ключе Сделать У меня конечно Были серьезные Опасения По поводу того Что у людей Голова может Просто закипеть И Поэтому Старался Немножко Так в более Щадящем режиме Давать Со своей стороны Могу сказать Что Сессия прошла Довольно таки Успешно И в любом случае Результат есть Результат довольно Хороший Кроме того Была получена Еще и Обратная связь И Касательно Людей Которые Очень Порадовали И Касательно Преподавателей И Касательно Ведического Образования В целом Кроме того Это еще и просто Было весело Поэтому Это В любом случае Положительный Опыт И Безусловно В честь и хвала Сергею Павлову Что он Сделал Такой Шаг Решил Откуда Были люди Из каких мест Люди Были В принципе В основном Из европейской части России До Урала Из Сибири По-моему Не было Вообще Никого Вообще Он говорил Что Да Южный Урал Был Представлен Из Сибири Как-то Я не Спросил Хорошо А Возраст Возраст В основном Были люди Из молодежи До 40 лет Было всего лишь 5 человек Меня и Кирилла Включая Соответственно В основном Были люди Уже с большим Опытом За спиной С серьезной Духовной Работой За спиной И Меня поразило Качество людей Которые приехали И Оно Оно Просто порадовало Действительно Порадовало Люди Приехали Не то Что Просто Захотели Что-то Узнать Заинтересовались И приехали Нет Они Заинтересовались Поняли Что это Им нужно Изучили То Что Было В интернете И потом Приехали На сессию Это Я считаю Огромное Достижение И На символьном Уровне Большая Победа Ну Про Запорожье Я не спрашиваю Потому что Много Выложено Его Лекции И Там Можно Знакомиться Я думаю Очень интересно Как он Подает Информацию Очень подробно Это С этим Можно В лекциях Знакомиться Но Вот То Что Делал Например Сергей Со стороны Я так Думаю Что Это Так В лекционную форму Не входит Там Что-то Поинтереснее Происходило Да Сергей Здесь Больше Делал Ставку На Практическую Работу Но Преподавательская Этика Она Не позволяет Преподавателям Говорить За глаза Друг О друге Не Мы по-другому Говорим Интересно Было Интересно Было Людям Безусловно Безусловно Было Интересно И полезно В любом Случа Поэтому Это Правильно Но более подробно Я думаю Лучше Спросить У самого Сергея Нет Мы так Это Мы сейчас Никому не расскажем Что ты здесь Рассказываешь Мы так Между собой Просто Смотри Взгляд со стороны Ведь Сергей Он Насколько я понял Вносил Некую-то Такую Струю Которая Отличалась От Лекций Отличалась От каких-то Вебинаров Или семинаров Там Что-то Происходило Другое Я Жалко Что Не был Там Но Зная Сергея Я чувствую Что там Какую-то Изюминку Он в свои Занятия Вкладывал Пару Слов Ты Чувствовал Что Как раз Те три Преподаватели Которые Собрались Я не говорю Что Не надо Кого-то Еще Других Четырех Пятерых Преподавателей Я думаю Будет Разрастаться Все Но Вот Эти Три Преподавателя Они В каждом Своем Направлении Давали И Друг друга Дополняли И вот Почему я про Сергея Скал Потому что Я говорю С тобой Это все Понятно Ты Очень Интересно Рассказываешь И очень Все правильно Говоришь Запорожцам Тоже Все Ясно Мужик Вообще Такие вещи Говорит Которые Вот Заслушаешься А Сергей То он Не только Говорит Он еще Что-то Там Такое Интересное Делает Да Сергей Сделал Ставку На Духовно Практическую Работу На Энергетические Практики На Вызов Духовных Существ Там Была Работа В том числе И потоковая Работа И Он стремился Вытянуть Из Людей Информацию То есть Не давать Ее А вытянуть Ее из людей Чтобы Люди Сами Сказали И Поэтому Он Делал Ставку На То Чтобы Они Чувствовали И Поэтому У него В основном Формат Был Именно Практический И Это Здорово Дополняло Наш С Кириллом Больше Лекционный Материал И Формат Беседы Который Часто Использовал Я Для Того Чтобы Люди Немножко Разгрузились И Не Перегрелись То Я Насколько Понимаю Он Пытался Людям Дать Возможность Прочувствовать Свой канал Открыть Расширить Его Чтобы То Что Даете Вы Они Через Свой канал Могли Еще Дополнять Познавать И Складывать Вместе Чтобы Более Целостная Картина Мира Получилась Правильно Да Совершенно Верно Все Кто-то Рассказал Не Просто Тебе Дали Книжку Почитать А Когда Ты На Практике Через Свои Ощущения Через Свой Канал Через Свое Высшее Я Через Общение Своим Родом Своими Родичами Начинаешь Все Это В образ Единый Складывать И Образу Здесь Просто Всему Есть Своё Место И У Лекций И У Практической Работы И У Мягкой Беседы И У Жесткого Такого Жесткой Пулемётной Очереди С Большим Фактажом У Всего Есть Своё Место В Образовательном Процессе И Я Думаю Что Преподаватели На Сессии В Суздале Хорошо Друг Друга Дополняли Это Было Испытание Не только Для людей Которые Туда Приехали Но и Для Самих Преподавателей Тоже Ну я Так про Это И сказал Я К чему Сказал Что Невозможно В данном Случа Оторвать Кого-то Вы Друг друга Дополняли И Если Один Об этом Говорил Другой Об этом Третий Через Это То Получалась Общая Картина Как раз Благодаря Вот Всему Тому Коллективу Который Собрался Но Это Еще Не означает Того Что Этот Коллектив Не может В дальнейшем Быть Расширен Он Обязательно Не знаю Слово Обязательно Здесь Не Правильно Наверное Он Может Быть Расширен Увеличен И Здесь Могут Быть Еще Дополнения Например На этой Сессии Участвуют Три Человека Вот Эти На Другой Сессии Кто-то Добавляется Кто-то Например Мог В этот Раз Не Прийти Но При Каким образом Дополняя Друг Друга Меняя Взаимосвязи Могут И получаться Еще Больше Интересные Какие-то Открытия Я Ни в Коей Мере Не хочу Кого-то Возвысить Я просто Говорю Что То Что Сергей Сделал На мой Взгляд Помимо Того Что Он Объединил Людей Помимо Того Что Он Был Инициатором Он Еще Привнес Вот Этот Третий Компонент Который Каждому И не только Слушателям Но и каждому Из преподавателей Позволил Как-то еще Больше Объединиться Вместе Прочувствовать Это Общий дух Преподавания Это мое Личное ощущение Я конечно Могу ошибаться Поскольку По некоторым Причинам Я не смог К туда попасть Да Жалко Тебя хочу Сказать Что там Ждали Очень Многие Надеюсь Не с дубинами С топорами Да нет Как раз Наоборот С благодарностью За то Что ты делаешь Ну ладно Увидимся Ну хорошо Вот Такой близ Опрос прошел Мнениями Обменялись Так что Думаю Что Форма Нового Ведического Образования Которое Было В Суздале Четко Представлено За ней Будущее А вот Как это будет Разворачиваться В каких Объемах Это зависит Уже не только От тебя Или от Сергея Или от Запорожца Это зависит Уже И от всех Нас Каждый В меру Своих возможностей В меру Своего Представления Просто на сегодняшний момент Обязан Находиться В том окопе На передовой Где идет сражение За наше будущее Вот это Каждому сейчас Необходимо понять Время Отсиживаться На диванчиках Теплых В домашних Тапочках Халаттиках Прошло Зомбоящики Вообще Это Пора Выкидывать Ну не знаю Может быть оставить Кому-то Так сказать Своим детям Посмотрите на эту Заразу Которую я отдал Лучшие годы Своей жизни Ну что ж Теперь давайте Мы прервемся На музыкальную паузу И Вернее так Уже Не первую передачу Я ставлю Наши наработки Которые Вот Наши добровольцы Делают К дню победы Я надеюсь Что это не остановится Будут подключаться Новые люди Будут Записи новые Появляться Обработки Какие-то интересные Статьи И не только Для победы А для других праздников Да и вообще Просто вот Ну просто потому Что захотелось Это озвучить Итак Включаю Три Минуты Пятьдесят Две секунды Слушаем А потом переходим Уже наверное К ответам на вопросы Правильно Андрей Да конечно Ну все Слушаем Всем здравия На народном славянском радио Звучит отрывок Из книги Артема Драбкина Я дрался на Т-34 Поединок с Тигром Из воспоминаний Кулешова Павла Павловича В начале 1944 года Вступили в бои Под Каменецк-Подольском Помню на окраине Населенного пункта В Капонире стоял Немецкий танк Тигр Получилось так Что я шел Прямо против него Тигр Т-6 Сильно отличался От нашей машины Тридцать четверка Машина превосходная Но у Тигров был сделан Электрический поворот Башни Пуск пушки И пулеметов А у нас Командир машины Был как работник цирка Правой рукой Он поворачивал башню Левой рукой Пушку Стоишь фактически На левой ноге А правая На ножном Механическом спуске И кроме того Ей же тыкаешь Механика водителя Вправо Влево По голове Значит короткая Идешь Тебя вот так Трясет Кусочек неба Кусочек земли Кусочек неба А механический спуск Это же система рычагов Пока эти рычаги Сработают Цель уже ушла А у немцев Все было электрическое К тому же Тигр Мог пробивать Нашу 34-ку С дистанции Полтора километра А мы могли Поражать их На расстоянии Четыреста Пятьсот метров Я шел Маневрируя Туда Сюда Этаким зигзагом Мы с механиком Водителем Эту систему Еще раньше Отрабатывали Когда подошел На близкое расстояние Механику По голове Короткая Тигр Начал разворачиваться Хотел уходить И подставил нам борт Я и произвел Выстрел Вижу Мой снаряд попал Немецкий танк Загорелся Я прекратил стрельбу И собрался Идти дальше Но, как говорится Рано обрадовался Оказывается Мой бронебойный Угодил тигру В трансмиссионное отделение Немцы Этим моментом Воспользовались Развернули пушку И произвели Выстрел По моей машине Снаряд пробил Правую сторону Под башней Заряжающего Разорвало на куски Радисту Снесло голову У механика Водителя Люк был приоткрыт На защелках Он крышку Откинул И выскочил Мне тоже Выбираться надо Как свой люк Открыл Тут же возникла тяга И пламя потянулось Ко мне От танкошлемов Шел четырехжильный провод К радиостанции И к ТПУ Я выскакиваю А провод меня Сдергивает обратно В горящий танк Фишку-то я Из гнезда не выдернул Не помню Как выскочил Что? Где? Отбежал метров на 30 И тут Сдетонировала Боеукладка Внутри танка Ничего не слышу Кулешова Павла Павловича Вы слушаете Народное Славянское радио Продолжаем разговор Продолжаем разговор Продолжаем разговор на Народном Славянском радио Напомню, что по одному из современных календарей 29 апреля 2016 года пятница По одному из старинных 18 день месяца пассивного речения 7524 лет Это вторник Ведическое образование Ключ к новой эпохе Такова тема сегодняшнего нашего эфира Главный сведущий Андрей Ивашко Мы переходим к разделу Ответы на вопросы Вопросы поступали в том самом чате Куда не рекомендуют залезать Если вы боитесь потерять свою голову В том виде, как она сейчас есть И приобрести новую голову С новыми знаниями Которые могут кому-то помочь И кому-то и какое-то время помешать в жизни Решать не мне, решать вам Вот, но так или иначе Вопросы, как говорится, все ходы записаны И вот сейчас я листаю К самому началу К тем вопросам Которые поступали В эфир Итак Кстати, вот можете написать Понравилось, не понравилось Может, какие-то замечания Предложения А тем, кто считает Что голос нормальный С дикцией все хорошо Есть возможность записывать То, пожалуйста Присоединяйтесь Для начитывания Огромное количество Существует текстов Вот та же самая Книга Драбкина Откуда можно прям брать Готовые эпизоды И зачитывать Да мало ли чего есть читать Главное, чтобы Доносить информацию правильно Итак Владимир из Матищ Вопрос в эфир Андрей, ты тонатливейший человек Но совершил роковую ошибку Ты слишком сильно поднял Планку ведического образования Поднял до такого уровня Что между тобой и учителями Пониже уровнем Появился большой отрыв В результате большое количество Недоучившихся людей Наслушалась тебя Ой Взомнила себя волхвами И возглавила кучи Примкнувших дуралеев Сильно сказано, конечно Да Заметь, это не я Это просто считаю Которые теперь Шарахуются по интернету И пугают даже Видавших виды сектантов Что с этим Не смейся раньше Времени сбиваешь Что с этим делать Совершенно непонятно Как простому человеку Не потерять бесценное время Блуждаясь среди дуралеев Как определить Не дуралей ли ты сам И вообще Ведическое знание Выдерживает такое количество Дуралеев Или репутация Будет подпорчена Выдержит ли такое количество Дуралеев Как это Куда бедному христианину Попадаться Белые приходят Грабят красные Понимаешь Ну давай Отдувайся Да Приятно Когда слушаешь Такую формулировку Видно что Владимир Да зовут Да По-моему Владимир Владимир Азматич Да Мастер слова Это сильно сказано Так хлестко Емко Пристрастно Благодарю за вопрос Владимир Ну во-первых Хочется отметить Ну благодарю конечно За столь высокую оценку Моих каких-то Качеств Дело в том Что я не устанавливал Никакой планки Ведического образования И поскольку Не устанавливал ее То и Говорить о том Какая она На основе этого Делать какую-то оценку Это Едва ли разумно Дело в том Что у меня нету Ни компетенции Ни полномочий Каких-то Устанавливать кому-то Какие-то планки Я просто делаю то Что от меня То что от меня Зависит То что могу сделать По запросу людей И не более того И Поэтому Это касательно Первой части Вопроса Который Был Озвучен Что касается Других людей Которые Как Было сказано Наслушались Возомнили себя Волхвами И Возглавили кучи Как там Примкнувших дуралеев Это было сильно Сказано Конечно Но У меня Нету информации По поводу того Что люди Которые Смотрели мои Видеоматериалы Объявили себя Волхвами Возможно Что Нет Ну конечно Я не занимаюсь Таким конкретным Мониторингом Прямо чтобы Отслеживать всех И вся У меня Я по-другому Использую Свой Ресурс По времени Но Я не раз Акцентировал Своё внимание На То Что Люди Которые Объявляют Себя Волхвами Что им Не мешало Бы Взрастить В себе Добродетель Скромности Чем Идти На поводу Своего Тщеславия Ложного Эго Самости Тем самым Дискредитируя И Оскверняя Столь Высокое Светлое Понятие Как Волхов Здесь Лучше Сохранить Понятие Волхва Как Пусть Давно Ушедшее С арены Может быть Сейчас и нету Волхвов Мы не знаем Все таки Хочется верить Что они есть Чем создавать Карикатуры И подобие На них И В русском языке Есть Четкое Обозначение Слова Человека Который Сам себя Кем-то Назвал Самозванец Это не отменяет Того Что у многих Людей Которые Объявили себя Волхвами Что у них Много полезных Достойных Наработок Которые Обязательно Нужно Брать И И Использовать И С благодарностью К этим Людям Но Объявили Объявили Я Я Всего Озвучиваю То Чем Есть Поделиться По запросу Людей Кто Что Берет Из Этого Кто Как Использует Это Уже Личное Дело Самого Человека Исходя Из Его Нравственных Побуждений Этических Принципов Уровня Осознанности Если Таковые Случаи Имели Место Быть То Я уверен Что в любом Случа Это будет Обыграно На плюс Если Люди С Низким Уровнем Осознанности Которые Примкнули К таким Людям Которые Объявили Себя Волхвами Рано Или Поздно Им Надоест Быть Ведомыми За нос И Ведомыми За нос Извините И Они Выскочат За пределы Этого И Люди Которые Тешат Свою Самость Своё Ложное Эго И Для того Чтобы Почесать Своё Тщеславие Собирают Вокруг Себя Большие Группы Людей И Возглавляют Их Тем самым Идя на поводу Своих Лидерских Амбиций Теневой Аспект Аза То Они Тоже Получат Как-нибудь Побалде От жизни И Тоже Поумнеют Поэтому Я думаю Что это Неприятное Такое Может быть Если оно Имеет Место Быть То Это Неприятное Проявление Но Надо Набраться Терпения И Всё Выровняется Естественным Образом Что Касается Как Простому Человеку Не Потерять Бесценное Время Блуждая Среди Людей С Низким Уровнем Осознанности Ответ Простой Просто Не блуждать Дело В том Что Человеку Необходимо Научиться Управлять Своим Вниманием Как Ограниченным Ресурсом И правильно Использовать Время И Поэтому Я прошу Отнестись С пониманием Что Я не могу Отвечать По переписке Абсолютно Всем Учитывая Большое Количество Знакомых В социальных Сетях Потому что Это не самое Разумное Распределение Времени И Внимания И Поэтому Просто Не блуждать Среди Этих Людей И вообще Я советую Вам Не примыкать К каким-то Объединениям Ячейкам Организациям Партиям Нет Дело В том Что Общины Должны Состоять Из Самодостаточных Людей Самодостаточных Личностей Которые Не блуждают А просто Идут Куда-то И поэтому Учитывая Что в славянском Мире Есть люди Разные И в любом Объединении Есть Люди С высоким Уровнем Осознанности И нравственности И люди Находящиеся Погрязшие В невежестве Которые Действительно Могут шокировать Даже повидавших Виды Сектантов С чем Неоднократно То просто Я советую Двигаться В изначальном Русле Ведического Направления Как раз Духовное Самообразование Духовное Самосовершенствование Познание Мудрости Всех родов Человеческих И С ее Применением По жизни И передачу Для тех Передачу Тем С передачей Тем людям Со стороны которых Будет запрос Если вы действуете В таком направлении Вам не нужно Блуждать Среди Людей Пытаясь Найти Свою Стаю Не надо Этого Делать Дело в том Что когда Человек Идет Сам Постепенно Он начинает Сталкиваться С такими Же людьми Жизнь Его сталкивает Лицом К лицу С такими Людьми Которые Тоже Идут Сами И вот Когда Люди Самодостаточные Образуют Объединение Какое-то Идейно-духовную Общенность Они В ней Не нуждаются Они Где-то Что-то Делают Самостоятельно Где-то Делают В сотворчестве То Это Потрясающая По качеству Своему По результативности Работа И Она очень Трепетная И Она очень Радует Я могу Привести В качестве Примера Например Своё Взаимодействие С Святозаром Евдокимовым Из группы Ауры мира Завтра Увижу его Буду искренне Рад Встрече Со своим Другом Хорошо Благодарю Передам То же самое Касается И Ивана Царевича То же самое Касается Кирилла Запорожца То есть Речь идёт Про Самодостаточных Людей Которые Вот если Не будет Объединения То Они не Пострадают Но если Будет Объединение Состоящее Из Самодостаточных Людей То это Будет Сила Потому что Если люди Будут Праздно Шататься Чтобы Компенсировать Свою Несостоятельность Двигаться К Ведическим Целям К Самообразованию К Самосовершенствованию Если Они будут Компенсировать Свою Эту Несостоятельность Поиском Единомышленников Которые Также Несостоятельны Это Будет Объединение Несамодостаточных Людей И там Не будет Движения Это Будет Болото Именно Это И Демонстрировали Некоторые Общины Которые Не Взращивали В себе Самодостаточность А сразу Делали Ставку На Расширение Своего Количества И Это Показало Слабую Эффективность И Недолговечность Таких Объединений И Как определить Не дуралей Или ты сам Хороший Вопрос Но я думаю Что Каждый Из нас В чем-то Дуралей И Надо Честно Себе Признаться Чем Больше Человек Знает Тем Больше Ему Кажется Что Он Ничего Не Знает Это Первый Показатель Чем Меньше Вы Знаете Как Вам Кажется Означает Что Вы На Правильном Пути Ну Да Если Вам Кажется Что Вы Дуралей И Что Вы Невежда И Это Мотивирует Вас Что То Менять В себе Чему Обучаться Двигаться Дальше Значит Вы На Правильном Пути Совершенно Верно И Выдержит Ливидическое Знание Такое Количество Дуралей Чёрное Я бы Так Сказал И Репутация У славянского Мира Примерно Такая Что Это У людей Которые Не связаны Со Славянским Миром У меня Была Возможность Узнать Это Что Это Настороженно Такое Пренебрежительное Что Ли Когда Люди Считают Просто Славянство Считают В целом Незрелым Разрозненным Неустойчивым Духовным Духовным Даже Объединением Ты его Не назовёшь Потому что Объединением Духовным Направлением В котором Встречаются Люди Самые Разные От Самого Низкого Уровня Осознанности До Очень Высокого То есть Репутация Уже Подпорчена Я вам Хочу Сказать И Это Естественно И Хочу Сказать Что Не на Пустом Месте Но Тем Не Менее С Помощью Ведического Образования Будем Выравнивать Потихонечку Как есть Так Есть В конце Духовных Кругах Репутации Нет Да Извини Алексей Ты знаешь В чём дело Когда Какое-то Появляется Новое Хорошее Дело Или Вспоминаешь Что-то Хорошо Забытое Старое То Сразу Находятся Доброжелатели В кавычках Которые Совсем Нам Как говорил Там Есть Товарищи Которые Совсем Нам Не Товарищи Так Вот Которые Очень Активно Начинают Это Дело Порочить Мало Того Очень Часто Как На Войне Появляются Вбросы Таких Групп Одетых В нашу Форму Говорящие На нашем Языке И имеющие Наши Документы Но Которые Пришли Не на Нашей Старане Воевать Такие Вот Отряды Вбрасываются Вроде Автомат Наш Вроде Звездочка Там Где-то И Погоны Наши Говорит Мужик Улыбается Вроде Все По-нашему И смотришь Даже Документы Такие Жа А Делает Не то Сколько Таких Уже Было Случаев Поэтому Портит Репутацию Сознательно Другое Дело Поддаемся Ли На Это Ведемся Ли На Это И позволяем Ли Это Делать И Сами Втягиваемся В эту Игру И Начинаем Ли Сами Тоже Ее Подпорчивать Вот Это Как раз Вопрос К каждому Из нас К каждому Потому что Недругов Много А вот Подыгрывать Им Или Не Подыгрывать Это Уже Зависит От каждого Из вас Хотите Вы Что-то Изменить Лучшую Сторону Ну Наверное Подыгрывать Не стоит Хотите Вы Чтобы Просто Это Была Игра Очередная Где Не пойми Зачем И не пойми Что Ну Тогда Давайте Подыгрывайте Здесь Передают Святозару Привет Из Риги И из других Мест И вот Денис Написал Большая Благодарность Андрею Сергею Кириллу За Двухнедельный Ведический Марафон В Суздале Три Воспроцентных Знака Заземляемся Осознаем Работаем Над собой И надеемся На новую Встречу Опять Три Воспроцентных Знака Так что Вот так Благодарю А заземляться Действительно Надо Потому что У нас там Был даже Забавный Такой момент Когда Был Кульминационный Момент У людей Уже просто Голова Закипала И на следующее Утро Выпадает Снег Мы просыпаемся Утром И снег Лежит Да Это точно Природа Выравнивает Чтобы Совсем Не выкипело Там Все то Что есть Внутри Вот так Вот резко Похолодало В апреле Месяц Ну вот Забавный Был такой Случай Благодарю За теплый Отзыв Я так же Со своей Стороны Раз Некоторые Участники Сессии Слушают Данный эфир То я так же Благодарен От всей души Всем Тем Кто Присутствовал На этом мероприятии Потому что Это было здорово И Хочу сказать Друзья Что Если я смог Что то вам Подарить Подарить В этой сессии То искренне рад Но хочу сказать Что я Благодаря Людям Которые Пришли На семинар Вернее На сессию Приехали Я был Вдохновлен Я хочу сказать Что я получил На этой сессии Вдохновение Потому что Увидел Людей Качественно Других Я увидел Людей Мотивированных Не тем Кому Интересно А тем Кому Важно И Такое Встречается Не всегда И тут Я увидел Собрание Людей Которым Это действительно Важно И это Меня порадовало И вдохновило Благодарю И вас Да Всегда Благодаря Связь Очень важна И даже Понимаешь Иногда Что больше Научился ты сам Нежели Чем Кого-то Пытался Научиться И вот Кстати Гриша Пишет Я Дуралей Значит Я на Правильном Пути А вот Зря Смеешься Ну Я понимаю Что там Сарказм Шуточкой Может быть Когда Человек Осознает Что он Что-то Не понимает В жизни Это Первый Признак Того Что он На Правильном Пути Настоящий Дуралей Он Никогда Не Осознает Что он Дуралей Он Никогда Не Скажет Что Извините Я Придурок Я Что-то Не Понимаю Всегда Будет Кричать Я Самый Крутой Я Знаю Все И так Далее Вот Это Отличает Дуралей От Человека Который Развивается Развивающий Человек Всегда Начинает Понимать Что Он Что-то Не Дотягивает Есть Куда Возможность Двигаться И Надо Куда Двигаться Так Что В твоем Вот Таком Интересном Шутливом Вопросе Есть Очень Четкий И Правильный Ответ Благодарю Тебя Что Подсказал Как Правильно Людей Направить Я Тоже Хотел Дополнить Здесь В Дополнение К твоим Словам Действительно Это Здорово Дело В том Что Если Человек Признается Себе В своем Невежестве Признается Что в нем Есть Невежество Что в нем Есть Непроработанные Теневые Моменты И Как только Он признается Себе В этом И Лопает Мыльный Пузырь Иллюзии Что он Белый И пушистый То Это Первый Шаг К честности С собой И Как только Человек Честен С собой У него Есть Возможность Как раз Эту Теневую Сторону Преображать В Светлый В Какие-то Светлые Преобразуют Именно Совершенствоваться Честность С собой Это Один из Основных Одна из Самых Мощных И самых Важных Добродетелей Которые Нужно Взращивать Без нее Кстати Не получится Жить По совести Так что Ты на Верном Пути Владимир Правильной Дорогой Идете Товарищи Предлагаю Чуть-чуть Покороче Отвечать Потому что Уже Остается у нас Полчаса Музыкальную Паузу Уже в ответах Не буду ставить Как уже У нас повелось Но все-таки Поскромнее Поскромнее Пожалуйста Павел Режанин Вопрос в эфир Здравия тебе Андрей Поскольку мне 18 лет То знаешь Что молодое Поколение Гордится Гордится Тобой У нас Следующий вопрос Почему Я в 14 лет Вспомнил Как в 2-3 года Провалился В конец Своей Прошлой жизни Когда Залез За большой За большую Игрушку Потом Забыл Ибо малышом Был Потом в 14-летнем Возвращении Вспомнил И наверное Благодаря Папе У которого Жил В то время Ибо Раньше Не жил С ним И не вспоминал Прошлой жизни Так вот Почему сейчас Мне не открывается Не открывается Моя прошлая жизнь Хотя Тогда В 14 лет Я вспомнил Как я умирал Что было Благостно И гордо Благодарю То в индивидуальном Режиме Человеку Человеку Которого Доверяешь И как раз Сокровенное Такое Сакральное Отношение К этому И является Основой Дальнейшего Продвижения Работа С прошлыми Воплощениями Одна из них Поэтому Я Просто Советую Тебе Не Не Афишировать Это И больше Таких вопросов Во всеуслышание Не задавать Потому что Иначе Произойдет То что В Духовном Мире Называют Сливом То есть Чем больше Ты будешь Задавать Подобные Вопросы Именно При всех Тем Тем Меньше Сокровенного В этом Останется А здесь Важно Именно С внутренним Трепетом Относиться К работе Связанной Связанной С Прошлыми Воплощениями Я надеюсь Я Донес Эту Мысль Свою Потому что Поверь мне Это Это важно Очень многие Люди Не учитывают Этого И из-за этого Тормозится И стопорится Их процесс Вспоминания Своих Прошлых Воплощений И За то Что Гордится Молодое Поколение Мною Ну я Благодарю Конечно От всей Души Мне Приятный Этот момент Со своей Стороны Хочется Все-таки Не могу Не отметить Что слово Гордится Пишется Без мягкого Знака Хорошо Павел Ну что Вторую часть Вопроса Читать Ты пока Подумай Читать Я К следующему Перейду Так От себя Еще Добавлю Не надо Никогда Задавать На самом деле Такие вопросы Потому что Когда нужно И если Нужно То откроется А если Не нужно То не Откроется И лучше Это лично Самому Наблюдать Нежели Спрашивать У кого-то Что-то Так Вот Виктор Здесь Пишет Не простыми Буквами А золотыми Из нашей Буквицы К сожалению Шрифт Такой Что Честно говоря Здесь трудно Разобрать Потому что Я переносил Из чата В этот чат Но попытаюсь Вопрос в эфир Вконтакте Ввели Возможность Выбора До Революционного Языка Оформление Страницы Тебе Андрей Благодарность Приобщаемся К нашему Языку Урезанному В начале Двадцатого Века Так Называем Выми Большевиками Вопрос Когда На Школа Буквицы Ну на сайте Школа Буквицы Точка Ираф Ответы На вопросы Писать Будешь Буквицей Благодарю Виктор За вопрос Хочу Сказать Что Ответы В Интернете Писать На Буквицы Я Не буду И Объясню Почему Я буду Использовать Вполне Действенные Функциональный Инструмент Современный Русский Язык В этом Отношении Почему Дело В том Что У меня Немножко Другое Отношение К Буквице И Я считаю Что Использовать Ее Нужно В Сокровенной Такой Сакральной Духовной Работе И Поэтому Ее Можно Использовать По Переписке Например Перенабирая Какой-нибудь Старый Текст Или Еще Что-нибудь В этом Роде Но В быту Общаться Буквице Я лично Не буду По той причине Что это Храмовый Язык И Поэтому Именно Ему Место В храме А интернет Я не могу Ассоциировать С храмом Одно Дело Допустим Свой дом Свои хоромы Превращать В храм Допустим Это одно Дело Но По интернету У меня Просто Мое внутреннее Отношение К буквице Такое Что я Не буду Использовать Ну Раз ты Произнес Храмовое Слово Тот Получает Виктора Вопрос А что Такое Храмовое Письмо Здесь Не столько Храмовое Письмо Сколько Храмовый Язык Язык Более Широкое Понятие Письмо Более Узкое Ну Виктор Спросил Именно Про Храмовое Письмо Да Я понял Благодарю Это Как раз И есть Древнесловенская Буквица В ее Самом Функциональном Применении Это Язык Храмовых Богослужений Святорусов То есть Это Именно Язык Священодействий И Таинств И Это Письмо Которым Изначально Записывалось Именно Сами Магические Формулы Применяемые В православлении Те кто смотрели Асгардское Училище Помните Там был Предмет Православления Вернее Предмет Храмослужения Там были Различные Православления И Они Как раз Таки Писались С помощью Буквицы Как Храмового Письма Буквица Понятие Не только Письменное Буквица Включает в себя И Безусловно И звуки И образы И мировоззрение И много Других Моментов Но Если мы берем Письменное Его применение То оно Используется В основном В храмовых Целях Сегодня Люди Экспериментируя Находят Поскольку Нету Сейчас Храмов Таких Которых Бы Проводились Службы С учетом Как раз Современных Реалий И при этом Ведических Принципов Устремлений Но Люди Находят Сегодня Другое Применение Храмовому Письму В частности В виде Введения Дневника И там Уже Есть Возможность Не просто В подражании А осознанно Вводить Потихонечку Буквы Вышедшие Из обихода Но которые Сохранились В буквице Как раз Возрождать Храмовое Письмо На уровне Своего Дневника И по сути Это позволяет Превратить Свой Дневник В предмет Силы Это уже Много Людей Опробовали И как раз Они обменивались Результатами Что действительно Если Свои личные Дневники Вести С помощью Не то чтобы Прямо На буквице А Просто Сделать Шаг В сторону Буквицы Или Несколько Шагов И осознанно Применять Буквицу В дневнике То в таком Случае Это Качественно Улучшает Энергетические Вибрации От самого Превращая Его В предмет Силы Хорошо Следующий Вопрос От Олега Из Иркутска Здравия Андрей Известно Что мы Дети Божьи Несем Их частичку Образ И подобие И мы Время от времени Ошибаемся Во всех Наших Проявлениях В мире Яве Вопрос Ошибаются Ли боги И если Да То какова Степень Их ошибок В зависимости От их Иерархии Высшие Боги Боги Покровители И так далее И как нам Человекам У которых Меньшая Духовная Составляющая По сравнению С богами Распознать Их ошибки И скорректировать Свои действия В направлении Своего Духовного Развития Ведь люди В ведическом Мире Пытаются Руководствоваться Их заповедями Ведами Благодарю Да Благодарю За вопрос Олег Дело в том Что Нам сложно Судить О богах Потому что Они куда Более Многомерные И куда Более Мудрые Чем мы Но Мне кажется Это я вам Сейчас скажу Мое личное Субъективное Суждение По этому Поводу Не относитесь К нему Как к абсолютной Истине Мне кажется Если бы Боги Не ошибались То в таком Случае Не было бы Их Эволюции А эволюционируют Все Включая Прощура Рода Всевышнего И включая Самого Рамху Иначе В мироздании Не было бы Смысла Все В мироздании Служит Эволюции Совершенствованию Постоянному И постоянному А это значит Что Насколько Бы все Совершеннейшие Мы не были Боги Они все равно Допускают Какие-то Ошибки Но при этом Их мудрость По сравнению С человеком Безмерна И безгранична И поэтому Люди и ориентируются На богов Покровителей На вышних Богов Как на Ориентир Правильности Своего пути Потому что Они куда Ближе к Рамхе Чем Мы Люди Живущие Скорее всего Что человек Просто не может Исходя из Своего невежества Оценить Ошибку Кого-то Из Высших Богов Но Вероятно Всего Что последствия Этих Ошибок Достаточно Серьезные Не только Для одного Мира Планеты Может быть Для Сразу Многих Галактик Вселенных Реальности Мерности Пространств И времен Но На то Боги И мудры Являются Во многом Эталоном Мудрости Для людей В славянском Мире В славянском Ведическом Наследии Которые Взращиваются И духовно Совершенствуются Что Вероятно Что они Допускают Ошибок Минимальное Количество Но В частности О том Что боги Иногда Допускают Промахи Говорилось И в Духовном Духовном Училище Тоже Но Мне бы Не хотелось Говорить Какой Момент Те Кто Смотрели Асгардское Училище Те Помнят В частности Про бога Который Совершил Определенную Ошибку В результате Чего Был Сражен Ты знаешь Что мне хочется Добавить Дело в том Что У нас Очень часто Люди Начинают Говорить О том Что Их Вообще Не может Касаться Это первое И второе На что Они никак Не могут Повлиять Есть такая Древнейшая Мудрость Если что-то Можешь Исправить Или Изменить Исправляй И изменяй Если не можешь Исправить Изменить То лучше Об этом И не думай А занимайся Тем Что ты можешь Изменить Исправить Так вот Когда мы говорим Об ошибках богов То на мой взгляд Конечно же Все мы люди Все мы человеки Боги в частности У них тоже Свои ошибки есть Но уровень их ошибок Как ты правильно сказал Настолько Отличается От нашего уровня Настолько Он далек От нас Что Мы даже Не поймем Была ли это ошибка Или Была ли это Какая-то Специальная Произведенная акция Или какое-то действие Поэтому Говорить Об ошибках богов Это Настолько Несерьезно Что Ну даже Говорить даже Об этом смысла нет Ведь Все равно Что Что бы там Не сделали Хоть кирпич Он начнет Сверху кидать На ваши головы Понимаете Захочется Из рогатки Пострелять Ну условно Сидя на облачке Вы будете Эти шишки Камни в голову Получать Кирпичи будут падать И вы ничего С этим не сделаете Вы только можете Сделать выводы Почему Из-за чего И как И что дальше делать Поэтому Говорить об ошибках Богов Не стоит Говорите о своих Ошибках Исправляйте Свои ошибки Становитесь лучше Становитесь богами Вот когда Ставите богами Встанете на их уровень Вот тогда и будете Разбирать их ошибки И смотреть Кто там прав Кто не прав Кто сделал Кто не сделал Дальше Вопрос В эфир От Виталия Разве Знания Веды И информация Одно и то же На мой взгляд Ничего подобного Это разные понятия Ну здесь абсолютно Согласен Это разные Хоть и близкие Но разные понятия Они находятся рядом Частично Пересекаются Это три Разные Сферы Которые Пересекаются В центре Да Но безусловно Это разные понятия Я абсолютно согласен С Виталием Раз согласен Получаю следующий вопрос С него Хотелось бы понять Как действовать В новой эпохе Волка Под покровительством Велеса Чиститься Ответ один Чистки На всех уровнях Мы шутим В этом плане Что нужно делать Ставить себе Клизму На всех уровнях И на энергетическом И на уровне Чистоты Помыслов То есть Очищение 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 Это как раз таки Огненный процесс Пережигания Всего мусора Который есть внутри Это то Что надо делать То есть Жизнь по совести В ладу с природой Познание мудрости Это все правильно Это все сохраняем Но основной акцент Делаем на очистительные техники Любые Чистить свои помыслы Чистить свои телеса Все тела Которые у нас есть Чистить совесть Развязывать кармические узлы То есть Именно чистка Одним словом Короче Виталий В баню В баню С такими вопросами В баню Дальше Валя Николаевна Вопрос в эфир Здравия Андрей Молитвенная практика Может способствовать Повышению Тактовой частоты Энергетических Вибраций Человека Если да То в какой мере Совершенно верно Молитвенная практика Действительно Очень способствует Повышению Тактовой частоты Вибраций И в контексте Предыдущего вопроса Она еще и способствует Очищению Молитвенное очищение На свечу Одно из самых сильных Особенно если человек Где-то что-то совершил Не так И искренне Не раскаивается В этом Потому что от ошибок Никто не застрахован Но это в том случае Если молитва Искренне Я Если же молитва Лицемерная И служит Только лишь Для привлечения Внимания То в таком случае Тактовая частота Человека Резко понижается Если он Это использует То есть молитва Это сокровенно Уединенная Такая духовно Магическая практика Которая И позволяет Очиститься И благодаря этому Духовно Поднять качество Энергетических Вибраций Так Хорошо Следующий вопрос По ходу От Олега Из Иркутска Андрей В своей жизни Я Неоднократно Наблюдал Что у людей Определенной Внешности Определенный Характер И существует Взаимосвязь Антропология Человека И его Духовной сути Какие Механизмы Взаимосвязи Физического Тела И тонкопланового Мира Человека Существуют И как они По твоему мнению Работают Благодарю Да Олег Благодарю За вопрос Действительно Так и Есть Есть Такой Раздел Магического Знания Как физиогномика Вернее Это даже не магическое Это скорее Парапсихология Больше Физиогномика Советую Найти Название Смешное Конечно Я понимаю Но тем не менее Именно под этим Поисковым запросом Можно найти В интернете Информацию По этому поводу Она достаточно точная Можно получить Определенные характеристики И всего лишь Взглянув на человека Примерно прикинув Увидя Какие у него Черты лица Понять Определенные характеристики Его внутреннего мира И благодаря этому Настроиться И почувствовать Получить Эмпатийный Образ Самого человека Поэтому Оно есть Оно работает По какому принципу Оно работает По принципу Внешнее отражение Внутреннего У человека На лице Написано почти все Ну да Дело в том Что могу сказать Как человек Долго изучавший Эту тематику Что ничего Просто так В жизни не бывает Внутреннее состояние Мозга Внутренние Какие-то Генетические особенности Они все Очень четко Наличики Человека Прописываются Так же И запахи От человека Идущие И манера Разговора И походка Вот все В человеке Оно на генетике Заложено На уровне генетики Поэтому Так или иначе Для Всех Видов Живых Существ В том числе И человекообразных И людей И человеков Это все Свойственно Генетика Определяет Многое Дальше Павел Режанин Вопрос в эфир Андрей Скажи мне Юноше Для успокоения Души моей Когда чистка Кончится Я так Задолбали Уже Каждую ночь Это вопрос Одновременно Крик души Павел Хочу тебе сказать Что чистка Закончится Тогда Когда мы Почистимся Но конца И края Этому процессу Пока не видно Не хочу тебя Конечно Огорчать Но Лучше Не ожидать Того Что Дальше Будет легче Нужно Адаптироваться К нынешние условия Потому что Идет на гнетание И В этих Условиях Лучше Сохранять Спокойствие Не поддавать Отчаянию И продолжать Движение Сейчас Жизнь Предоставляет Людям Качественно Рвануться Делать Рывок В духовном Отношении Качественно Быстро Измениться И Я думаю Что эту Возможность Надо использовать И другие Люди Которые В славянском Мире Тоже Ориентируются И Двигаются Совершенствуются Они тоже Пришли К такому же Выводу Именно Сейчас Есть Возможность Качественно И быстро Улучшить Самих себя Качественно Улучшиться Поэтому Не надо Ждать Когда Чистка Закончится Надо Использовать Это время С максимальной Эффективностью Точно так же Как в кризисе Знаешь Кто-то В кризисе Ищет Негатив Ужас 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 Кто-то В кризисе Ищет Новые Возможности Сейчас Кризис Надо Искать Возможности Духовный Кризис Значит Духовные Возможности Надо Искать Короче Павел Будешь Пыхтеть Как котелок С кашей До тех пор Пока Необходимо Это делать Если ты Подумаешь Что после этого Все закончилось Нет Ты ошибаешься Вот только После этого С чисткой Начнется Когда с тебя Кашу Эту будут Ошкребать Пригоревшую Так что Все еще Впереди Дальше Виталий Вопрос в эфир А что делать В новой эпохе Волка Под проковительством Бога Велеса Помимо того Что свято чтить Своих богов И предков Жить по совести В ладу с природой И жить во благо Своего рода Надо еще Что-то делать Или не надо Ну я же говорил Уже Наверное Вопросы просто Продублировались От разных людей Чиститься нужно Очищаться На всех Короче Опять идем в баню Рус76 Задал вопрос В эфир Андрей Ты встречаешься Сейчас С Мехедой Ой Не знаю Что это такое Кто это такая Или кто это такой И чему ты У него научился Ну вопрос Чему я у него научился Это вопрос личный Потому я Оставлю его Нет Ну хорошим Ну не скажи Хорошему научился Ну все И дальше Ну да Ну просто это Это уже личный вопрос Немножко Нет С Игорем Владимировичем Мехедой Раукриумом Я сейчас Не встречаюсь Потому что По политическим Соображениям Мы оказались По политическим причинам Точнее мы оказались В разных странах Он же в Киеве Проживает Ну я стараюсь Его сильно Не отвлекать От дел У него своих дел Достаточно Потому мы так Периодически Списываемся И в принципе И все Поэтому я Благодарен Этому человеку Потому что Я прошел у него Семинарское занятие В свое время Сколько же это прошло Боже мой Лет Лет шесть назад Что ли Если не семь Да Шесть-семь лет назад Где-то Я прошел у него Семинарское занятие Когда он в Крым Приезжал Приезжал И очень много Я получил от него Знания Которые Дополняют Асгардское Духовное училище И при этом Раскрывают Прикладные моменты Ведической магии Как Магии вообще Как направление И те То по каким принципам Она работает А главное Что сделал Игорь Владимирович Мехеда Он раскрыл Саму философию Магии То чему В самих Магических кругах Далеко не всегда Следует Но он раскрыл Сами этические Принципы И философию Мага Во имя чего Он все это делает Это его главное Достижение И кроме того Конечно Множество Практических техник Которые Здорово применимы В современных реалиях И позволяют Человеку Значительно Продвинуться На пути Взаимодействия С Духовными Существами И не только Для того Чтобы лучше Познать Самого себя Через обратную Связь с окружающим Миром Как я себя заведую Как я хорошо Устроился Каждый день Что-то новое Узнаю Вот видишь Узнал о таком Интересном человеке Будет возможность Посмотреть Может быть Даже пообщаться А то до этого Не знал К своему Это Серьезно Серьезно Я честно Здесь еще написано Большими буквами Все заглавные Я думал Какая-то бревиатура Что-ли очередная Кто-то там Что-то такое Выдумал А оказывается Это Замечательный человек Так Ладно Хорошо Да Алексей У него Кстати Сейчас на ютубе Выложены Много видеоматериалов Как раз Ведическая магия Первый круг Ведическая магия Второй круг И ведическая медицина Я очень советую к просмотрам Можно найти на разных каналах На ютубе Они есть в свободном доступе Там Достаточно большой массив знаний Там по сути Съемки с нескольких семинаров Выложены в свободный доступ Вот я советую Не теряя времени Овладевать этими технологиями Этими умениями Для того чтобы Мы с вами говорили О безнравственном использовании магии Сегодня И то что нужно В зоне турбулентности Двигаться дальше Уже умея Как-то Перенаправлять Что ли Тот негатив Который на вас Может Налипать Понятно Благодарю тебя за информацию Павел Рижанин Продает задавать Интересные вопросы Андрей Мне 18 лет У меня перегрузка Умственная и психическая Бывает От знаний Ведических и учений Что делать Чтобы я нормально Воспринимал Славянский мир И ведические знания Как ты Проходил мой период Благодарю тебя Великий человек Благодарю Павел Меня не идеализирует У меня тоже Своих тараканов В голове хватает Что касается Возраста твоего То это возраст Во многом Вот как я проходил Этот возраст У меня в этом возрасте Как раз таки Наметился переход От Я занимал Достаточно такую Рьяную Позицию Патриотическую Но Вот эта Рьяность У меня Она ушла Примерно Как раз 18-19 лет И Она у меня Ушла Благодаря Валерию Синельникову Может быть Знаете Такого Вот его Я считаю Великим Человеком Который Собственно Я ему очень Благодарен За его Наработки И за то Что у меня Была возможность Лично с ним И общаться И взаимодействовать И Это Непростой Возраст Для того Чтобы Не было Умственной И психической Перегрузки Необходимо Во-первых Не перегружать Свой ум А во-вторых Не напрягаться Психически В каком случае Человек Психически Напрягается Тогда Когда он Эмоционирует В процессе Познания Если человек Познает В состоянии Эмоционального Нуля То есть Не в радости Не в грусти Не в раздражении Не в возбуждении Каком-то А именно Спокойно То есть Ключ К отсутствию Перегрузок Это спокойствие Как бы это Банально И тривиально Не звучало Но это Действительно Ключ Это Принцип Если этот Принцип Выдержать То в таком Случае Не будет Умственных И психических Перегрузок Ум если Перегрузишь Ничего страшного Ночь Переспишь На утро Ум уже Разгрузится И можно Продолжить Куда тревожнее Психическое напряжение И вот Психического напряжения Нельзя допускать При психическом напряжении Копится заряд Энергии Низкочастотной Который требует Слива И поэтому Человек Человек может Сливать Этот Низкочастотный Заряд В виде Какого-то Раздражения Гнева Злости Агрессии И так далее И именно На этом Людей ловят И вводят В сторону Против Образа Врага То есть Перенаправляют Его в образ Врага Для того Чтобы люди Туда Выливали Все это Минутка Ненависти Так сказать Помните Может быть Джордж Урвелл 1984 Роман Там Это было Показано Вот как раз Таки Спокойствие И в таком Случае Не будет Перегруза Ни психического Ни эмоционального Ни интеллектуального Дальше Здесь я Зачитывать не буду Виктор Здесь пишет Подумай над этим То есть Это послание К тебе Я думаю Что Во-первых Здесь Разбор идет Буквицы И надо Показывать Эту буквицу В радио Мы так ее Не покажем Поэтому Не буду Зачитывать Следующий Аргентинец Вопрос Эфир От Станислава Здравия Андрей Я правильно Понимаю Повышение Тактовой частоты Земли Резонанс Шумана Приведет Как говорится В физике К квантому Скачку Или переходу На более Высокий Уровень Мирности И люди Не находящиеся В резонансе С Землей Просто Не осилят Этого периода Друзья Не забывайте Ставить Пробильчики Между словами И между Запятыми И буковками Тяжеловато читать Да Пожалуйста Да Совершенно верно Мне остается Только Ответить Положительно Потому что Да Так и Есть Я не знаю Правда Насчет терминологии Резонанс Шумана Вот Здесь этот момент Не уверен Потому что Не владею Термином Этим Но Все остальное Да Так и Есть Качественный Переход На новый Уровень Те Кто Не Выдержит Этого Перехода Будут Просто Уходить Хорошо Аркуинон Вопрос В эфир Андрей Каково влияние На человека Который Использует Распространенный Ныне Уголовную Феню И прочие Так называемые Молодежные Сленги Повышается Или же Понижается В таковом Случае Частота Его вибраций Ну я думаю Что Аркуинон И сам знает Ответ на этот вопрос Конечно Понижается И причем Значительно сильно Очень Только здесь Надо уточнить Мы Имеем ввиду Про Уголовную Феню Или Феню Которая Была В древности В некоторых Местах Руси Где Торговцы И жители Местных Некоторых Мест Они говорили Специально На том языке Который Не очень Был Понятен Вот здесь И там И там Феня Была Вот Уголовная Алексей Покажи мне Хотя бы Одного Человека Который Владеет Этим Великим Древним Священным Языком Обратись Дяденьке Сереже Он тебе Пляшем дальше Максим Вопрос в эфир А что есть Созидание Или процесс Созидания Благодарю за вопрос И вопрос Действительно Правильный Я думаю Вы обращали Внимание Что созидание Идет С частичкой Со Что по буквице Обозначает Совместный А слово Зидание Оно не выделяется Вообще Как единый корень Получается Что созидание Всегда с кем-то И вот Вопрос С кем Дело в том Что созидание Это совместный Процесс Творчества Человека И Бога Прощу Рода Всевышнего Как это делается Настоящее созидание Отображено Если сказать Наиболее простым Способом Вы можете Набрать эту Информацию В интернете С помощью Данного термина Из индийской Ведической Философии Бхакти-йога Бхакти Или йога Любви Бхакти-йога Это Процесс При котором Человек Перед Созидательным Деянием Своим Просит Благословения У Всевышнего И посвящает Своё деяние Всевышнему То есть он Что-то важное Сокровенное Для него А созидание Является Таковым Он берёт И посвящает Это Всевышний То есть он Можно сказать С именем Прощура Рода На устах Берёт И делает То что для него Важно Вот это Есть процесс Созидания Всё остальное Чтобы не усложнять И не затягивать Эфир Я советую Вам посмотреть Самостоятельно Ещё раз Напомню Пхакти-йога Или йога Любви Из восточной Философии Если посмотрите Там вы всё Для себя найдёте Вопрос эфира От Олега Из Иркутска Андрей Как ты объяснишь Тот момент Когда среди Известных Выступающих Людей В ведическом Мире На славянском Радио В процессе эфира Главный Соведущий Доносит Своё видение Критику На какие-либо События Или личности Людей Но в процессе Эфира Под тяжестью Аргументов Ведущего Алексея Или вопросов Радиослушателей Тут же Меняет Своё мнение Вплоть До противоположного Юлит Поступает Не по-славянски И это происходит Довольно часто Какая основная Мотивация Действия Таких людей На твой взгляд Благодарю Благодарю за вопрос Олег Я не могу На него ответить Потому что у меня Недостаточно данных Могу сказать Что в каждом Конкретном случае Нужно осмотреть Индивидуально Причин Может быть Довольно много Выдать Единый Единый ответ На все случаи Было бы Неправильным Во всех Смыслах Поэтому Если такое И имеет место Быть То Индивидуально Подходим И смотрим Почему так происходит Может быть У ведущего Алексея Тяжелые Увесистые Аргументы Которые Не поможет быть Человек Искренне Не Как-то Он думал Что разбирается В предмете А тут Алексей Алексей Ведь у нас Тоже Непростой Орешек И Приводит Задает Несколько Неловких Вопросов И тут Человек Вдруг Понимает Что Он Чего-то Не знал В том Предмете Который Доносил И Естественно Что это Может вызвать Какую-то Робкость Но на деле Это Хороший Положительный Процесс Потому что Таким образом Человек Получает Обратную Связь О себе Потому что Не так Страшно Незнание Сколько Наличие Иллюзий Знания И в итоге Когда человек Создает Иллюзию Что он Что-то Знает И Эта Иллюзия Лопается Под Тяжестью Аргументов Алексея И вопросов Радиослушателей То это Большое Благо Потому что Люди Тем самым Помогают И Алексей И люди Все вместе Помогают Человеку Осознать Что его Мера Понимания В Вопросе Недостаточная Поэтому Здорово Алексей Желаю тебе Наращивать Тяжесть Твоих Аргументов Ну тоже Скажешь Аргументы Весомые Подумаешь Там Вот Пудовые Палец Всего-то Всего-то Нашли Весомые Да Но на самом деле Смех смехом А ведь Некоторые Известные Люди На самом деле Не хотят Приходить в эфир Не потому что Здесь с ними Ругались Или еще что-то А потому что На некоторые Вопросы Они не смогли Дать ответ Это я Замечал И вот Не буду пальцем Показывать Там И тыкать Кого-то Не наше Это направление Но были Были Такие случаи Здесь Согласен Что Да Хотя Я Искренне Не пытался Никого Прижать Не пытался Никого-то Там Как это Говорят Сейчас Молодец Зачмурить Да Просто Я задавал Вопросы Которые Были Мне Самому Интересны И Зачитывал Вопросы Которые Нашим Радиослушателям Были Интересны И не Более того Я никогда Перед собой Не ставлю Целью Кого-то Принизить Или Ухватить За язык И этот Язык Прикрутить Куда-то Наоборот Я хочу Дать Возможность Человеку Высказаться Как можно Более Яснее И помогаю Тему Развивать В этом Вижу Свою Задачу А не Устраивать Ругань Свалку Но Были Такие Случа На самом деле Я Потом Обращался Говорю Чего не Приходишь На эфир Да Ты Опять Что-то Спросишь Меня Такое Так что Да Это Есть Беда Беда Так Ну ладно Дальше Давай смотреть Следующие Вопросы Аркуинон Вопрос Эфира Андрей Как влияет Если вообще Влияет На частоту Вибрации Активное Использование Практик Использования Исполнения Желаний Например Многим Известного Семарона И подобных Ему Во благо Ли это Да Благодарю За вопрос К стыду Своему Я не Перерабатывал И не изучал Техники Семарона Поэтому Просто Ничего Не могу Сказать Я Некомпетентен В этом Вопросе Но Что касается Практик На исполнение Желаний В целом То сам Факт Использования Практик На исполнение Желаний Не определяет Частоту Вибраций Частота Вибраций Определяется Внутренней Философией При исполнении Данных Техник То есть С каким Отношением Человек И вообще Зачем Он осуществляет Данную технику Вот Если он Осуществляет Только по той причине Что ему чего-то Не хватает И он Допустим Эмоционально Зацикливается На этом Хочу 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 То в таком случае Использование Техник На исполнение Желаний Понижает Такт Частоту Если у человека Высокая Глубокая Внутренняя Философия По отношению К Своим желаниям Он понимает Что Он не привязан Эмоционально К результату Техники Результаты Использованию Техники На исполнение Желаний Он Для него Магия Это Искусство Высокое искусство И он берет И применяет Это искусство Во славу И во имя Прощуророда Всевышнего Вы это можете Как раз Ураукриума Посмотреть Вот он именно Раскрыл эту философию То в таком случае Да человек может Проэмоционировать Для того В процессе Допустим Монтровки Для того чтобы Дать понять Что он хочет Но При этом Эмоциональной Зацикленности Быть не должно Да-да Нет-нет И в итоге В таком случае Человек У него более Экологичные Техники На исполнение Желаний И к нему Придет только то Что будет Не во вред Ему И окружающему Миру В то время как Зациклен Можно продавить В принципе Любой вопрос Но вопрос Там какой ценой Поэтому техники На исполнение Желаний Сами по себе Это просто Функциональный инструмент Но тактовая Чистота Определяется Тем Ради чего И во имя чего Человек их Использует Вопрос в эфир От Игоря Из Пскова Андрей Я считаю Что потихоньку Надо внедрять В общество Другое образование Называемое Ведическое Именно со школы Будет меняться Сознание Мировоззрение У нашего народа Что вы можете Предложить В начале Этапа Этого преобразования Благодарю Благодарю за вопрос Игорь Здесь я Могу сказать Что Преждевременно Преждевременно Выходить На Широкие Круги На Изменения Программы В школах И так далее Дело в том Что Насильно Мил не будешь Здесь не надо Никому Ничего Навязывать Если мы Введем Что-то В школьную Программу Это будет Уже элемент Навязывания Поэтому Здесь лучше Сделать ставку На создание Альтернативного Параллельного Пути Не изменения Существующего А именно Параллельного В котором Мы уже могли бы Развернуться Когда Будет То есть Можно сказать Это Эксперимент Введическое Образование Но этот эксперимент Изолирован От современного Образовательного Процесса В имеющихся Школах Вузах И так далее И благодаря Этому Изолированному Эксперименту Можно Не привязываться Вообще Ни к школьной Программе Ни к системе Образования Вообще То есть Мы просто Берем И делаем Альтернативу Так как Можем Так как Хотим Так как Считаем Нужным И По мере Наших Успехов Школьная Программа Будет Автоматически Меняться Как следствие Работать Надо Не с ней Поэтому Надо Я согласен Что надо Менять Наше Общество Но Наше Общество Нас Не просило О том Чтобы мы Вмешивались В процесс Его Изменения Состояние Дел В обществе Это всегда Зеркало Внутреннего Мира Всех Тех Кто В этом Обществе Вращаются И взаимодействуют Поэтому Работать Надо Со своим Внутренним Миром Качественно Улучшать Самих Себя А это Приемлемо Не для Всех В обществе Поэтому Применять Стандарты Тех Людей Кто Стремятся К Самосовершенствованию И навязывать Их Обществу Только По той Причине Что нам Так Будет Правильно И выгодно И комфортно Это Будет Нарушение Закона Свободы Выбора Нам Нужно Формировать Свои Вернее Не то Что Формировать Оно Формируется Естественным Образом Нам Необходимо Взращивать Свои Собственные Объединения Ячейки Которые Будут Которые Не будут Носить Структурного Элемента Чтобы Не было Перехвата Управления Но Эти люди У которых В приоритете Самосовершенствование И самообразование Чтобы эти люди Могли Совместно Творить И Совместно Проводить Какую-то Духовную Работу По Самосовершенствованию Вот Для таких Людей Нужно Ведическое Образование Не надо Лезть В современное Светское Образование Много Людей Стремятся Бьют В набат Чтобы Буквицу В школах Ввели И Эффект Только Обратный У людей Формируется Какое-то Предвзятое Отношение К буквице Которую Навязывает Не навязывайте Святую веру Насильно Людям Помните Это касается Вот святой верой Подразумевается Священный Огонь Знаний Не надо Знания Распространять На людей Среди которых Нету Запроса Как раз таки Это вы тоже Найдете В ведической Магии Раукриома Этический Принцип Не просят Не делай То есть Помогать Надо только Тем У кого Есть запрос И оправдано Вмешательство Когда человек Готов переступить Фатальную черту Уже Где То есть В самый последний момент Вмешаться И вытащить его Из роковых Каких-то Ну же Обстоятельств Куда он может Вляпаться Для того Чтобы предоставить Ему шанс Но вообще По этическим Принципам Духовно растущие Люди Не нарушают Закон Свободы выбора И Работа ведется Только на тех Среди кого Есть запрос Если допустим В школах Три подростка Из Всего класса Хотят изучать Буквицу То надо взять Этих трех подростков И с ними проводить Отдельное занятие Вот Как-то так Хорошо Надо просто учитывать Что Современная Школьная Система образования Так называемая Это государственная Структура Некий институт Внутри государства Который Отвечает Потребностям Тех Кто находится У руля Государства И того общества Которым управляют Те кто находятся У руля Поэтому Просто так Внедрить Что-либо Новое Без учета Интересов И руководителей И подчиненных Это как Против кое-чего Кое-что делать Обляпаешься Сам И других Еще обляпаешь Поэтому Для того Чтобы это Появилось Необходимо Чтобы изменилось Как минимум Сознание Тех кто Находится У руля И те Которые Находятся В подчиненном Состоянии Были хотя бы Готовы Это принимать До той поры Что-либо Новое Внедрят И тем более Вот такие Очень важные Знания На мой взгляд Я с Андреем Согласен Это Как минимум Преждевременно И Большой пользы Не принесет А вот вреда Большого Может принести Очень много И быстро Виктор Вопрос А как Насчет Логики С логикой Дружить Надо? Ну конечно Надо Разумеется Надо Дело в том Что логика Это Это очень Хороший Функциональный Инструмент Который Имеет Пусть и Ограниченный Но все же Свой спектр Решения Задач Поэтому да Логика Помогает Не везде Но мы же Не Если Мы не можем С помощью ножика Забить гвоздь То это вовсе Не означает Что с ножиком Не надо дружить С помощью ножика Надо отрезать хлеб То есть У логики Есть свое место В инструментарии Духовно растущей Личности И Не надо здесь Перегибать палку Что надо жить Только лишь сердцем Отключая ум Как правило Это приводит К тому Что человек Живет по импульсу А осознанности У него нет Логика Это Логика Один из инструментов Осознания Процессов Которые происходят В его внутреннем мире Поэтому Да Этот инструмент Не совершенен Спору Нет Но если И его Убрать То человек Просто превратится В заложника Своих импульсов Которые исходят Из подсознания А они не всегда Исходят Из сердца Они иногда Исходят Из психопрограмм И инграмм Которые То есть Ментальных установок Искусственных Которые были Внедрены Как самим Человеком Так и извне И которые Фонят И не дают Человеку Услышать Голос интуиции Логика Иными словами Это продукт Или подчиненное Мозгу Мозг Это вычислительная машина Которая находится Внутри головы Это один из компонентов Который позволяет Человеку Быть человеком Осознавать Этот мир Таким Каким он есть Без головы Многие вещи Невозможно было бы Осознать И человек вряд ли Был бы человеком Недаром существует Такая поговорка Наверное Человек с головой Не дружит Наверное Слышали Да Вот поэтому Если мы говорим О логике Вот если всю эту цепочку Выстроить То с логикой Дружить надо Но естественно Не надо себя Превращать в биоробота Который подчинен Только логике Только компьютеру Своему мозгу Который постоянно Что-то вычисляет И постоянно делает Какие-то ошибки Давай дальше С какой Вопрос От Андрея Из Екатеринбурга А с какой целью Шутники Из тонкого мира Подают Искаженные образы И заводят человека Принимающего информацию В тупик Создавая противоречия Мировоззрения Благодарю Да благодарю за вопрос Существует В мироздании Довольно много Духовных существ Которые выходят На человека И взаимодействуют С ним Сейчас непростое время Когда эти Духовные существа Активизировались И у каждого Из них Свои цели И мне Мне так сложно Описать Характер Целей Их По той причине Что их Достаточно Много И надо Смотреть Индивидуально В каждом Конкретном Случае Но Одним Из инструментов Гашения Самого Человека Для того Чтобы Вот есть Человек Допустим Который Куда-то Двигается Он создает Силовой Вектор И этот Вектор Движения Начинает Преобразовывать Реальность Вокруг Самого Человека И Преображение Реальности Оно Существляется Не только В физике Но и На тонком Плане Тоже В многомерности Скорее В явном Мире Есть Лишь Отображение Этого Как Две Буквицы Есть И Есмь Стоят Рядом Есть Это Явный Мир А Есмь Многомерность Духовные Существа Многомерность И Все равно Человек В любом Случае Любым Вектором Движения Который Он задает Кого-то Радует На тонком Плане А кому-то Переходит Дорогу И Те Кому Он Перешел Дорогу Они Стремятся Его Таким Образом Перенаправить То есть Если В целом Дать Какую-то Предельно Общую Формулу А уже На основе Нее Дальше Конкретизировать В каждом Конкретном Случае То Целью Является Перенаправление Потока Движения То есть Человек Начал Двигаться В каком-то Направлении Они Его Взяли И Перенаправили Как Выявить Кто Шутники А кто Нет Здесь Я могу Подсказать Только Один Простой Способ Который И Который Помогает Отфильтровать Когда Человек Получает Информацию Более Высокого Порядка Когда Именно От Таких Мелких Демонических Существ Дело В том Что Мелкие Демонические Существа Которые Сбивают Человека Шутники Вот Эти Они Играют На Человеческих Слабостях И Очень Много Уже Хочу вам Сказать Людей Погорело В том Числе И на Моих Глазах На Чувствии На Теневом Аспекте Аза То есть На Жажде Лидерства На Жажде Признания На Идея О том Что Именно Он Является Избранным Который Спасет Святу Расу И Возродит Русь Что Именно Он Один Единственный Что Это Его Жизненная Задача И так Далее Дело В том Что Человеку Очень Хочется Быть Избранным И И Он Внутренне Ждет Что Может Все Так Я Избранный И Именно Я Смогу Возродить Русь Именно Мне Уготована Эта Роль И Шутники С тонкого Плана Обычно Начинают Это Подогревать И Подогревать Достаточно Сильно И На Этому Много Людей Погорело Погорело В том Плане Что Они Начали Кривиться И У Них Кривизна Приводило К тому Что Изначально Благородные Светлые Цели Были Перенаправлены Дело В том Что Образ Избранного Это Собирательный Образ И Духовное Пробуждение Перерождение Руси Возрождение Это Будет Наша Совместная Работа Всех Людей Кто-то Будет Участвовать Больше В этом Кто-то Меньше Кто-то Усерднее Кто-то Ленится Но Это Все равно Будет Наше Совместное Детище Рассвет Сварага Как Великий Переход И У каждого Просто Своя Роль И Вот Как раз Таки Когда Человек Хочет Обмануться Шутники Начинают Его Наузкивать Что Именно Ты Избранный Что Именно С помощью Тебя Русь Возродится Именно Ты Можешь Повести За собой Возглавить Ну И так Далее И Классика Жанра И Человек Начинает Крениться Он Начинает Верить По той Причине Что Ему Хочется Чтобы Это Было Правдой Да Встречала Людей Которые Думали Что Они Свар Какой За Что Уцепили Ну В смысле За бороду Но Не Всегда Это Так Просто Можно Сделать А По Поводу Шутников Из Будет Получать Какой Вектор Тяги Он Использует Туда Его И Будет Двигать Все Зависит От Ваших Целей Ваших Желаний Представлений И так Далее Вот Это Просто Учитывайте И Вам Дается Только По Вашему Желанию И не Более Того Принцип Свободы Воли Никто Еще Не Отменял Миколаевич Вопрос Если Дело В голове То Чем Ее Выправлять Как Выправлять Нужно Во-первых Самой Же Головой А во-вторых Сердцем И Умением На самом деле У человека Который Духовно Растет Они Идут Вместе Они Идут В тандеме Как Две Ноги Которые Не Делают Выбор На Какой Ноге Скакать Просто Идет То же Самое Здесь Ум Сердце Неразрывно Связаны Между Собой В Всяком Сучу Духовно Растущей Личности Они Не Противоречат Если У человека В голове Разные Системы Знаний Противоречат Это Говорит Просто О том Что Он Не Умеет Работать С Информацией Потому Нужно Учиться Работать С Информацией Как Ни Как Живем В Век Информационных Технологий Вот И Все Хорошо Вопросы Продолжают Поступать Но Я предуприл Вопросы Уже Не Принимаем Мы Так Уже Засиделись Вот Добиваем Те Которые Поступили И На этом Мирно Расходимся Без Драки И Мордобоя Дальше Вопрос 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 Давай Виталия В эфир А разве Традиции И обычаи Это одно и то же Или Все-таки Это разные Понятия Ну Конечно Разные Они Близкие Между собой Но Они Отличаются Они Отличаются Но Это Как Две Сферы Которые Пересекаются Частично Проникают Друг В друга Здесь Было Уточнение По поводу Что делать Для избавления Шутников Как Направить Желание Так Я от себя Отвечу А ты можешь Добавить Что Просто-напросто Пожелай что-либо Другое Более Нужное Когда Занимаешь Свой мозг Своё животное Свой компьютер Более важной Или более интересной Какой-то Задачей То все остальные Задачи Они становятся Второстепенными Вопрос Твоих Интересов Вот еще раз А я же добавлю Что надо быть Просто честным С собой Человеку Который честен С собой И контролирует Самообман В себе И им гораздо Легче Что-то нашептать Как только Он начинает Понимать Что кто-то Нашептывает Тому Что именно Он Нео Который Должен Обрушить Матрицу А все остальные Кандидаты В Нео Это не Тру Нео А именно Он Является Избранным Он просто Шуганет Куда подальше И будет Жить себе Своей жизнью Если он Честен С собой Шутникам Его взять Очень трудно Я всегда На такие случаи Держу две таблетки Зелененькую Красную И в обеих О них Цианит Так Дальше Сергей Н Домовые Это родовые Ангелы Ты сказал Это оговорка Была Нет Я просто Перечислял Разных Духовных Существ Домовые Это духи Стихий А леги Это родовые Ангелы Благодарю за уточнение Дальше Виталий Вопрос в эфир Тебя Как художник Художника Спрашивает Виталий Художники Это тоже В каком-то Смысле Магия В каком-то Смысле Безусловно Конечно Потому что Каждая картина Написанная Не под заказ А именно Из порыва Рождённой Из внутреннего Мира Человека Она меняет Реальность Вокруг А собственно Магия Это Высокое Искусство Изменение Реальности Во имя И во славу Прощуророда И во имя Самосовершенствования И самопознания Поэтому В рамках Этого В рамках Этой формулы Безусловно Художество Великое Высокое Искусство Написание Картин Равно Как и другие Виды Искусства Они являются Магией И волшебством Но только Когда это Действительно Идёт От души От внутреннего Мира В общем Рисуем Дальше Павел Режанин Вопрос в эфир Андрей Почему Если мне 18 лет Я не имею Права Говорить Знания Ведические И звездочтения Например Которые Имею Людям Которые Старше Меня Ведь возраст Это не уничижение А всего лишь Показатель Развитости Физиологической С одной С одной стороны Да Но с другой С другой С другой С другой С другой С другой Не просто Так В нашем Наследии Отображён Принцип Почтения К старшим Видимо Что возраст Обозначает Не просто Показатель Физиологической Развитости Хлебом Не корми А дай Кого Нибудь Спасти Спасать Три раза В день Утром В обед И вечером Иначе День прожит Зря Это философия Русского Человека На самом деле Это Очень Здорово Потому что Это показатель Заинтересованности Человека В том Чтобы Изменить К лучшему Это показатель Того Что человек Альтруист И это Светлая Его сторона Но Как бы Это ни было Как бы Не хотелось Надо помнить О законе Свободы Выбора Тем более По отношению К людям Которые Старше Они Может быть И Менее Ориентируются В прикладных Каких-то Системах Знаний Чем ты Но у них Больше Жизненного Опыта И Они Безусловно Прошли Больше Количества Уроков Хотя бы Потому что Прожили Дольше Об этом Не надо Забывать Возраст Все-таки Показатель Не только Количество Прожитых Лет Но Все-таки Что-то Еще Что Смотивировало Наших Предков Оставить Принцип Для своих Потомков С почтением Относиться К тем Кто Старше Ты про Нече Ясников Сказал Сразу Такая Картинка В голову Пришла Сначала Полдня Жители Деревни Козюкина Спасали Ваньку Провалившегося В колодец А когда Достали Хорошенько Ему Наваляли Сергей Ин Уточняет Андрей Тогда Почему Легия Это Ангелы К тому же Родовые Разница Всего Лишь Терминология Дело В том Что Это Уже Из Разряда Ангелологии Просто Чтобы Люди Не путались Я Использую Понятие Ангелов В Парапсихологическом Ключе То есть Не в Классическом Христианском Богословском Термине Там Речь идет О Конкретных Духовных Существах Которые Работают С Христианским Эгрегором Это Как раз Считаются Падшие Леги По Нашим Хотя Это Не Совсем Однозначное Суждение Не Настолько Категоричное Но В Парапсихологии Ангелами Называют Самый Очень Большой Соном Самых Разных Духовных Существ Которые Оказывают Воздействие На Человека Благотворное Воздействие И Просто В Парапсихологии Термин Ангелы Попал Из Христианской Духовной Культуры Безусловно Да Но В Парапсихологии Под Ангелами Используется Гораздо Больше Духовных Существ Чем В Христианском Ключе Используют Это же Слово То есть Слово Одно и Тоже В Христианстве В Парапсихологическом Ключе Где Говорится Об Очень Большом Сонме Самых Разных Духовных Существ Среди Которых Есть Родовые Ангелы То есть В парапсихологии Есть такое понятие Вот в ангелологии Парапсихологической Есть ангелы Которые Не имеют Привязки К родовым силам А есть Ангелы Которые Связаны Непосредственно С родом И в Ангелологии В парапсихологической Ангелологии Родич Который ушёл Из жизни Но при этом Живя полноценную Жизнь В своих Многомерных Мирах Но при этом Ещё и Покровительствует Своим Прямым Потомкам По своему Роду Он называется Духовным Проводником Это в парапсихологической Ангелологии А у нас Он называется Легом Поэтому Как раз Чтобы не было Путаниц Этот момент Действительно Надо уточнить Леги Это родовые Ангелы С точки Но ангелы Слово Используемое В парапсихологическом Значении Не в Христианском Богословском Там Конкретно Идёт Об узком Круге Духовных Существ Остаётся Три вопроса Я думаю Мы до Рихстага Дойдём Павел Режайн Вопрос в эфир Андрей А сколько тебе лет Прошу Ответить Дорогой Да Собственно Не скрывать Ничего Скоро Будет 29 Но В данном Случа Это вопрос Я не думаю Что он Как-то Приближает Нас К решению Задач Ведического Образования Так Разве что Общая информация Отшельник Вопрос в эфир Геннадий Тверь Ребёнок 10 лет Сейчас Показывает Своё Я Как его Не упустить В нынешнее время Вы знаете Здесь Индивидуально Надо подходить Сейчас Каждый ребёнок Каждый человек Это Личность С уникальным Характером И Уникальными Задатками И жизненным Предназначением Тем более То поколение Которому Сейчас 10 лет Поэтому Я Просто Затрудняюсь Ответить Потому что Надо брать Конкретного Ребёнка Десятилетнего И конкретно По нему Можно что-то Сказать Андрей Всё намного Проще Геннадий Просто Будь отцом Этому ребёнку Просто Занимайся им Просто Будь с ним Чаще рядом Загружай его Интересными Делами Участвуй в его жизни Будь его лучшим другом И наставником И отцом И учителем И он будет Твой самый лучший друг И в дальнейшем Ты от него получишь То, что и должен Получить в этой жизни Дальше Следующий вопрос Последний вопрос На сегодня Алексей Тарасов Вопрос в эфир Недавно читал На одном сайте Тему Про замену Классической частоты Музыки С 432 Герца На 440 Герц Ведь если Лишить Человеческий организм Естественной настройки И поднять Натуральный тон Немного выше То мозг Будет регулярно Получать раздражение Кроме того Люди Перестанут Развиваться Появится Множество Психических Отклонений Человек Начнет Закрываться В себе И им Станет Гораздо Легче Ими Станет Гораздо Легче Руководить Что можете Сказать По этому Поводу Благодарю Благодарю за вопрос Алексей Тема эта Все чаще Поднимается И хочу Сказать Что С большой Долей Вероятности Что это Действительно Так Я не могу Стопроцентно Расписаться Но на данный Момент Еще эта тема В процессе Изучения И в основном Она Прошу прощения И в основном Она изучается Теми людьми Кто непосредственно Связан с музыкой В частности Я знаю Что тот же Святозар Евдокимов Из Ауры мира Вот он Эту тему Тоже изучает И экспериментирует Я завтра его увижу Я еще спрошу У него По этому поводу То есть Люди Которые связаны С музыкой Они это знают Они изучают И они Экспериментируют В том числе И сознательно Перенастраивая Инструменты С частоты 440 герц На 432 Тем более Что 432 Это непростое число Это число Которое часто Встречается В разных Духовных Учениях И в Математике Нашей Исконной То есть Это Скорее всего Что это так Во всяком случае В этой информации Что-то безусловно Есть Все остальное Подтвердит Время В процессе Изучения Но хочу Сказать Что этот вопрос Изучается А если изучается То рано или поздно Мы узнаем Наверняка Действительно ли так Как это говорится Или где-то Что-то нужно Скорректировать Но скорее всего Что это так Напомню Что герцы Привязаны К количеству Колебаний В секунду Секунда Это искусственно Созданная Человеком Длина Единица Измерения Времени То же самое Как и километр Как миль И все остальное Поэтому Вот так Жестко привязываться Наверное Нет смысла Что именно Это число Оно что-то такое Дает Но Надо опять же Обратить внимание Что музыка Включает в себе И высоту Разных октавок Звучания И тембровость И различные Существуют Еще там Мажор Минор К примеру Много чего Интересного В том числе И скорость Изполнения И ритмика И так далее То есть Аранжировка Какими инструментами Все аранжируется Наполняется Здесь очень-очень Много всего Поэтому так Однозначно Подходить Смысла Я думаю Нет И каждое Произведение Вот если мы берем Например Того же Скрябина Или какие-то Другие Других Известных Композиторов Они писали Помимо Того Что вот просто Обычная партитура Была для оркестра Написана Они еще писали Цветовую Партитуру Где в определенное Место Включался тот Или иной цвет И потом появились Так называемые Цвета Или светоорганы Которые применялись Во время исполнения Каких-то музыкальных Произведений То есть Нельзя выделять Что-либо Нельзя выдергивать Что-либо Надо здесь Комплекс осмотреть Все очень-очень Интересно И не так просто Как на первый взгляд Может показаться Но с другой стороны И не так сложно Как мы это себе представляем Ну что ж Все вопросы Мы с тобой озвучили Давай наверное Подводить итог Сегодняшней нашей встречи Напомню Что Мы так договорились Эпизодически Выходить в эфир Ну раз в месяц Вряд ли получится Потому что Андрей Загружен очень сильно Серьезно Будем надеяться Что получится Вот с этими Записанными передачами У нас Что-то более так Циклично Ну и хотя бы там Раз Может быть В полтора Два месяца Будем встречаться В эфире На такие вот Развернутые Широкие Наши встречи От вас зависит О чем мы будем говорить Присылайте вопросы Будем размышлять О чем бы еще поговорить Пообщаться Итак Представляйте Микрофон Для того Чтобы ты в заключении Что-либо Такое доброе Хорошее Сказал нашим радиослушателям Да Благодарю Алексей Ой Прошу прощения Благодарю Значит Хочу сказать Что Славянский мир Уверенно Продолжает движение К своим Изначальным целям И Мы живем с вами В очень интересное время Когда ситуация Кардинальная И быстро меняется И это потрясающее время Нам надо ценить Это время И надо использовать его На полную катушку Для нашего духовного роста И Я уверен Что у ведического образования Большое будущее И Потихонечку По чуть-чуть Люди Смогут Качественно Изменить себя И помочь Измениться Тем близким Своим Тем людям Из своего окружения У которых будет Со своей стороны Запрос Этому И Естественно Что вы всегда Можете рассчитывать На И на мою помощь И поддержку На моё участие В этом вопросе Конечно Настолько Насколько смогу Потому что Поймите Правильно Я тоже Загружен И Не всегда Получается Уделить Время Всем Столько Сколько Это Требуется Потому Действуем По мере Возможностей Своих Мы ведем Игру С теми Картами Которые Есть У нас На руках Мне нравится Эта фраза Из звёздных Войн И Как раз Это и происходит Я уверен Что Всё больше Будет появляться Преподавателей Качество Преподавания Всё больше Будет наращиваться По мере Становления И Взращивания Славянского Мира Его продвижения К изначальным Своим Духовным Идеалам Благодарю тебя За эфир Мне очень приятно Взаимодействовать И с тобой И с нашими Слушателями Буду рад Встретиться В следующий раз Отлично Ну вот О чём В принципе Ты говорил Отвечая на вопрос Что Когда Соведущий Участник эфира Знает что сказать Любой вопрос Для него Воспринимается Ну как вопрос И даже если Он не готов На него ответить Так говорит Ты знаешь Что да На этот вопрос Не буду отвечать Потому что Там есть что-то Такое личное И тебе лучше При всех Это не разбирать Вот приходи За чеком Посидим Пообщаемся Или ты знаешь Я не готов тебе ответить Давай в следующий раз Подготовимся Человек Обычно Вот такого Склада Он более Коммуникабелен Более Хорошо Общается с людьми И не напрягается По жизни Что самое интересное И самое главное Вот сегодня Как раз ты проявил Высший пилотаж Такого общения Ты отвечал На все вопросы Искренне Просто и понятно Я думаю Мои вопросы Тебя тоже Не затруднили Несколько Ну поэтому Когда мы видим Что человек Который Заявлял себя Каким-то Великим гур Вдруг В эфире Запнулся И расстроился От этого Ну тогда Делаем Выводы Ну какой он Великий гуру Если он На таком Пустяке Расстраивается Ну с кем Не бывает Лошадь В четырех Ногах И то спотыкается Падает Да А уж про людей Это что говорит Так что Я просто Это к чему говорю Еще раз Наша задача Наша задача Народного Славянского Радио Не кого-то Принизит Не кого-то Там обидеть Или показать Его не стоит Нет Наша задача Сделать так Чтобы объединялись Мы все Объединялись Вокруг нашего Единого Вокруг интереса К нашей древности Вокруг интереса К пониманию Этого мира Вот какая задача Это объединяющая площадка Приходите Делитесь Ну если конечно Дурь будете нести Ну что поделать Ну и будут вам Дурацкие вопросы И будет вам весело И хорошо На 7 я хочу С вами попрощаться Напомню Что 29 апреля 2016 года Пятница По одному Из современных Календарей Пока еще На календарике По московскому времени 18 день месяца Посева наречения 7524 лета Вторник По одному Из старинных календарей Мы говорили О ведическом образовании Как ключе К новой эпохе Главный сведущий Андрей Ивашко Благодарю всех Радиослушателей За очень интересную Переписку в чате За очень классные Отличные Тонкие Умные Вопросы И разумные Вопросы И естественно Андрей Благодарю тебя За столь Интересную беседу Желаю всем Самого-самого доброго Я в очередной раз Зову в эфир И друзей всех Зову в эфир Приходите Давайте вместе Будем делать Мир лучше До новых встреч Услышимся Всего доброго Народное славянское радио Для пытливых умов Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok